Всем привет! Напомню, меня зовут Марина. Я была уже у вас пару раз. Я надеюсь, вы... Кто-то сказал, что я не представилась, тогда я решила представиться еще раз, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно того, как меня зовут. Короче, зовут меня Марина, и я работаю в почте со всеми остальными нашими преподавателями, кроме Алексея, который не работает в почте. Алексей и я сегодня будем вести лекцию у вас вдвоем. И это одна из самых, наверное, таких интересных для вас лекций этого курса, потому что она непосредственно будет о том, как писать игру вашу, как писать ее графическую часть. Ну, собственно, вот и все. Просьба отметиться на портале о том, что вы пришли. И в конце я еще напомню вам про отзывы, потому что с прошлого занятия не было ни одного отзыва. Достаточно печально и грустно, когда тебе приходят на почту сообщения о том, что отзывов нет, и ты такой, блин, а зачем я вообще читал лекцию, я хочу лайки и шеры, и вот это все. Ладно. Маленькое отвлечение. В общем, речь пойдет про графику в браузере. Сначала поговорим о том, как ее можно делать. Вариантов на самом деле очень-очень много. И один из вариантов, который вы можете реализовать уже сейчас, это третий пункт на HTML и CSS. То есть вы верстаете какими-то блоками, какими-то дивами, спанами, кружочками, и все это через стиль оформляете, делаете красивый бэкграунд, навешиваете много туда ивентов, чтобы кликалось, чтобы двигалось, и у вас получается уже какая-то самая базовая модель игры без всякого рисования. То есть двигать эти элементы можно как через JavaScript или через стили. Не знаю, делал ли кто-то из вас уже это. Если нет, мы будем разбирать отдельные лекции про то, как делать такие анимации. Вот буквально через пару занятий. И такой способ, в принципе, хорош для ситуации, когда у вас не так много всего в игре происходит. Например, действие исключительно по клику. Например, вы куда-то кнопочку жмете и, не знаю, что-то выстреливает. Вполне себе годная ситуация для применения такого подхода. Но он совсем не работает, когда у вас много-много кадров, много персонажей, все они двигаются, все в кого-то стреляют, постоянное перемещение по карте, и сама карта достаточно сложная. Можно попробовать использовать SVG, который достаточно хорошо анимируется и как векторный формат не теряет в качестве. То есть у вас не будет каких-то размытых изображений. И они здорово анимируются. Есть вообще целое направление по созданию игр исключительно на HTML или SVG. И даже есть игры отдельно, написанные только на CSS, вообще без всякого JavaScript. Это такой отдельный прикол. Бывает много интересных докладов на конференциях, но мы с вами здесь не за этим. Только, опять же, это подходит для анимирования отдельных ваших элементов. Например, какой-то панельки управления. И самый первый пункт — это тупо картинки. Это скучно. Ну то есть, да, вы можете подставлять какие-то бэкграунды, тоже как-то их подвигать через JS, но можно сделать SVG-спрайт такой огромный с вашими персонажами. Кто не знает, что такое SVG-спрайт? Всем понятно, да? Ты не знаешь. Хорошо. Это когда у тебя есть... Есть очень длинная картинка, и, допустим, у тебя есть какой-то персонаж, у него есть несколько состояний. Не знаю, рука поднята, рука опущена, он там подпрыгивает, он в кого-то стреляет. И все его состояния в разрезке накладываются на этот файл длинный. И ты затем в тот момент, когда тебе нужно какое-то определенное состояние показать, из этой картинки вырезаешь нужный тебе кусочек. И устанавливаешь его как бэкграунд у своего элемента. И таким образом можно вообще тоже только через CSS что-то анимировать. Вот. Такой простой вариант. Но, опять же, это все нам не подходит в случае, если мы хотим классную 3D или 2D игру, или если мы хотим рисовать, если мы хотим красивые сцены динамические. Поэтому для этого в какой-то момент в спецификации в HTML5 появился элемент Canvas. и далее мы будем говорить про него. Вот. Это, как я уже сказала, HTML5 элемент, который предназначен для создания растового изображения, в отличие от SVG, который является векторным форматом, например. и создавать изображение на Canvas можно через JavaScript и только через него. Поскольку это просто элемент на странице, у него есть все то же самое, что есть у вас всех остальных элементов. На него можно подписываться на всякие события, например, на mouseenter, mouseleaf, можно слушать клики, можно задавать ему размеры, можно писать для него стили, например, ну, не знаю, там какие-то рамочки, задавать ему цвет бэкграунда и какие-то такие же вещи делать, которые вы делаете в обычной верстке. Вот. Но ко всему к этому у него еще есть два атрибута. Это атрибут ширина и высота. По умолчанию они кажутся вот таким значением и равны. Я не помню, можно проверить спецификации, посмотреть. Это не так важно. Но смысл в том, что эти значения лучше всего задавать фиксированно. И, соответственно, если у вас Canvas будет натянут на весь экран, то вы как бы и позиционируете его абсолютно. Когда у вас страница, не знаю, загрузилась, рассчитываете ширину и высоту экрана и присваиваете эти значения туда. Зачем это делать? Затем, что может не сработать, ну или как-то некорректно отработать отрисовка, если вы будете масштабировать его через стили только лишь. И если вы установите какую-то ширину 100%. Это не всегда так, но в каких-то случаях это может быть так, и лучше фиксировать это декларативно. Вот так, в общем, обычно выглядит Canvas. Он абсолютно прозрачный. И, соответственно, можно для него какой-то фон сзади установить. Если у вас эта сцена, то вы просто картиночки туда вставляете, не обязательно рисовать все на нем. Вот. Как им пользоваться? у Canvas есть, в принципе, вот основной метод получить контекст, контекст рендеринга. И их несколько. Это 2D, о котором мы с вами будем говорить сегодня. Limbo для работы с 3D-изображениями это контекст WebGL. О нем вам расскажет немножко Леша в конце, но в целом про него можно вообще отдельный курс читать, про то, как на нем что-то делать. Мы поговорим пока про 2D, про то, как какие-то простые вещи, примитивные делать. Окей. Что умеет Canvas? В принципе, сразу хочу сказать, что для всех ваших игр, в большинстве с вами, если они не 3D, этого будет достаточно. Вот просто с головой. Вам даже не обязательно понадобится какая-то библиотека специальная абстракция над Canvas. То есть этого можно избежать и постарайтесь не втягивать к себе лишние штуки, если это возможно. Canvas умеет рисовать прямоугольники. Вообще базовая вещь. То есть Stroke Rect там как-то его рисует вам просто область с обводкой. Fill Rect заполненную, соответственно, а Clear Rect просто оттуда все вырезает. Последним вы будете тоже пользоваться чаще всего, потому что это тот метод, который вы вызываете, чтобы удалить все и начать рисовать заново. Вот простой пример, как это делается. В качестве параметров прямоугольник принимает совсем... Что он там применяет? А, x, y — это его левый верхний угол и, соответственно, ширина и высота. Про систему координат в конвасе забыла сказать пару слов. Она... У меня нет слайда, где была эта ось нарисована. Но, в общем, ось y направлена вниз, ось x направлена вправо. И, соответственно, левый верхний угол, точка отсчета — 0,0. И все так и рассчитываем дальше. Второй примитив, который существует у конваса, это линии. Вот, собственно, и все, что умеет делать конвас. Он умеет рисовать прямоугольники, и он умеет рисовать линии. Зато линии очень разные. Вы можете рисовать прямые, можете кривые, можете дуги, окружности, все что угодно. Чтобы попробовать что-то нарисовать, нужно понять сам принцип. Вот можно воспринимать конвас как просто холст, у которого есть точка отсчета. И над ним как будто нависает перо. И оно изначально находится вот в этой точке отсчета. Чтобы начать рисовать, вы вызываете метод begin pass, то есть говорим, я хочу сейчас начать что-то делать. Дальше вы устанавливаете перо в нужную вам точку, чтобы не рисовать откуда-то сбоку, явно указывая эту точку. Для этого есть метод move to. А дальше через line to как бы нанизываете на этот путь точки. Все достаточно просто. И когда вы решаете, что вам линий хватит, и вы готовы с этой кривой сейчас и закончить, вы вызываете метод stroke или fill, который вам эту кривую закрывает и закрашивает выбранным способом. Либо обводку делает, либо внутри себя закрашивает. И когда вы считаете, что на этом работа закончена, вы вызываете метод close pass, который соединяет две конечные точки. Stroke и fill это делают по умолчанию, но если вы вообще никак не закрашиваете, ну, просто close pass. И все. И перо поднимается, и больше никаких изображений не наносится. Просто... Да, можно? Просто сделаем два раза в двух. Ничего не произойдет. Ничего. Это просто установка пера в какую-то координату. Вот. А если не замкнутый у нас будет рисовать, то мы не можем попытаться сделать? Ну, да, это можно сделать. Это просто вы вызываете у него не фил, а стролка. Он просто вам рисует эту линию, не замкнутую. А фил ее, конечно, замкнет, потому что ему же нужно какую-то часть закрасить. И причем там, по-моему, даже есть параметр, который говорит, какую вы хотите закрасить, внутреннюю или внешнюю. А точку тогда, ну, вообще, тут внутреннюю? Точка? Ну, один шаг надо сделать. Это как бы все пиксели. Маленький квадратик можете нарисовать. А можете нарисовать маленький кружок через дугу. Вот. Но вообще система как бы именно на квадратах все сделана. И именно поэтому не стоит использовать дробные значения передавать в качестве координат, потому что вы тем самым очень сильно ухудшаете производительность. Потому что в конечном итоге это все равно все растрируется. И вы все равно получаете какие-то квадратики, да, целые числа. Поэтому используйте округленные значения, когда вы что-то рисуете. Но про это еще поговорим чуть-чуть попозже, потому что отдельный будет слайд про то, как делать все хорошо и правильно. В общем, вот простой пример, как нарисовать два треугольника. Один закрашенный, другой нет. Начинаем рисовать, ставим перо, делаем три линии. Ну, точнее, как бы, ну, да. То есть указываем точку, в которой нам сейчас нужно из предыдущего положения пера провести линию. Закрываем путь, закрашиваем. Второй пример тоже самое, только мы не закрашиваем, а очерчиваем через строк. Окей. Это с прямыми. А если мы хотим кривую, если мы хотим круг? Для этого есть метод TARC, который вам нарисует эту дугу. XY — это центр окружности. Соответственно, радиус — это длина окружности. Начальный и конечный угол измеряется в радианах. И, в принципе, ну, то есть вам должно быть всем понятно, вы же бауманцы, вы просто какой-то сегмент круга, по сути, выбираете заданного. Начальный угол и конечный указывая. И по умолчанию рисуется дуга по часовой стрелке. Если вам нужно в обратную сторону закрывать угол, то против часовой. Вот простой пример. Первый — это когда мы закрашиваем половину окружности одного радиуса, второй — когда нижнюю половину другой радиуса. И когда мы попытаемся нарисовать что-то более сложное. То есть уже попробовать несколько дуг. И, как вы видите, именно begin pass и close pass, они обязательно здесь, они как раз наши дуги и закрывают. То есть они закрывают набор линий, которые мы создаем. Их может быть несколько, как в последнем случае. можно попробовать нарисовать что-то более сложное через кривые безе. Вряд ли вы с этим столкнетесь. Это требует большого внимания, терпения и вообще понимания того, как устроены кривые. И, скорее всего, вы все возьмете просто готовые картинки, которые у вас уже есть, и попробуйте нарисовать их. А с кривыми, ну так, можете поиграться. Работает это приблизительно так. Вы выбираете для кривой квадратичной три опорные точки, которые по такому принципу вам... Ну, на гифке лучше показано, чем я словами вам буду объяснять. В общем, что-то такое там происходит. И есть кубическая кривая. Она строится через четыре точки. То есть начальная и конечная, и две опорные, которые вам как-то вытягивают. При желании можно даже из этого что-то нарисовать, но я думаю, зачем заморачиваться. Вот тут какой-то пример. Я не знаю. Можете потом посмотреть на слайдах самостоятельно. И есть просто рисование еще одного прямоугольного пути. Ну, мне кажется, это повторение того, что было на этих слайдах. В общем, с прямыми все. Вот все, что мы можем. Еще мы можем нарисовать явный текст на канвасе. Но зачем это делать, не очень понятно. Ну, то есть зачем-то вам может, конечно, захотеться, но гораздо лучше сделать это в отдельном диве и спозиционировать абсолютно над канвасом, как отдельный слой сверху. Так гораздо эффективнее, и текст будет интерактивный. Что вообще нужно знать про канвас? Он вообще не интерактивный. Вы не можете взять и сказать, что я нарисую там тут кружок, там прямую, здесь точку, и как-то отдельно с этими элементами повзаимодействовать. Вы не сможете отловить на них ни клики, ни какие-то движения. Все, что вы знаете про канвас, это то, в какой координате у вас сейчас на ним находится, например, мышка ваша. То есть вам нужно самим рассчитывать все пересечения всех линий и всех кружочков и вообще всего, что у вас там есть. Все не интерактивно. Поэтому, к чему я это? Если вы хотите какой-то интерактивности, например, перемещения элементов, или в основном у меня в голове сейчас картина с дрэгон-дропом. Например, у вас есть кружочек на канвасе, вы хотите его туда-сюда потягать. Гораздо проще это сделать, если у вас дом-элемент, у которого явно начерчены границы. На канвасе вы должны сами считать, куда попал клик, рассчитывать, попали ли вы в эту зону. Это уже на самом деле получается что-то вроде... Я забыла слово. Вроде такой предмет был у меня во всяком случае в университете. Компьютерная графика. Вот мы там все это рассчитывали. Ну, пока так. Есть еще один классный объект, путь. Путь просто удобная абстракция для работы с вашими прямыми. Вы можете создать какие-то пути через... В общем, у него есть и те же самые методы, что и у контекста канваса. И вы можете создавать отдельные пути и затем их рисовать. Это удобно, если вы постоянно рисуете однотипные фигуры. Просто создавали их, и затем вызываете их практически как уже заданную последовательность точек. Мы пока рассматривали примеры в черно-белом цвете. Неинтересно и скучно. Можно как-то канвас разнообразить. Кстати, у меня такой вопрос к команде, которая делает крокодил. Вы что-нибудь уже делали по канвасу вообще? Или совсем ничего? Можно спросить? Да, можно. Можно. Тебе помнится? Лучше делать много канвасов или один канвас и при этом не лучше обработать счет? Лучше и удобнее делать много канвасов. Вот по той простой причине, что с канвасом тяжело взаимодействовать. Соответственно, если у вас на нем, на одном несчастном канвате находится очень много различных объектов, с которыми вы пытаетесь как-то взаимодействовать, вам тяжело самим будет это рассчитать. Поэтому логичнее разбить вашу сцену на несколько частей и сделать, например, какой-то... Алексей, у вас вопрос? Нет, это дополнение. Дополнение? Хорошей практикой является, если ты разделяешь статическую часть картинки и динамическую, накладываешь два канвасового друга, внизу у тебя будет канвас с канвоном, который не перерисовывается, не тебе надо, а ты просто он, как и есть, есть. И на нем находится канвас, в котором находится лягучий человеческий и анимация в твое действие. В принципе, планик перформанс этого разделения тебе предостаточно. Дальше, конечно, можно углубляться и каждую участку и кусочку свою канвасную сторону присваивать и отдельно его перерисовать. У нас будет про это отдельный слайд. Но, Алексей, я хочу дополнить ваши слова. Нам для фона не обязательно делать отдельный канвас, нам лучше сделать просто диф, у которого сдать бэкграунд. Это гораздо более производительнее, чем рисовать картинку на канвасе. Ладно, идем дальше. Про стилизацию линий. Что я хотела сказать? А, собственно, все написано на слайде. Вот мы сейчас говорили с вами про прямые, у них там есть какое-то дефолтное значение. Ширина 1, и она как бы такая сплошная получается. А что если мы хотим сделать ширину линий другой? Есть специальное свойство. Оно задается для всего контекста. То есть, когда вы его задали и далее рисуете много-много прямых, у всех у них будет такая настройка. Если вы хотите ее, ну, одну линию с одной настройкой рисовать, другую с другой, вам нужно постоянно это переменно задавать снова и снова. То есть, после каждой линии переустанавливать. И такой особенностью обладает вообще все, что связано со стилизацией на канвасе. Будь то задание цвета всех линий, задание их ширины или задание их внешнего вида. Как, например, вот setline dash. Сейчас. Да, setline dash как раз нам поможет нарисовать пунктир. Вот легче будет разобраться на примере. Он принимает в себя массив, где вы явно указываете ширину отрезков. Первое число — это закрашиваемая часть, второе число — это пробельная часть. И если, как правило, вы туда будете передавать четное количество аргументов, если вы передаете нечетное, то он их сам сдублирует и построит вам... Ну, так, чтобы всегда было четно, чтобы первым был закрашенный элемент, последним — пробельный. Вот. Фух. Попыталась объяснить. И, соответственно, на этом слайде видно, что мы задаем... Мы задаем разные линии, передаем им одинаковый массив вот этих расстояний, да, поэтому они все одинаковые ширины, по-одинаковому выглядят. А последний параметр у нас задает размер отступа между ними, поэтому они немножко отличаются. Вот. Про то, как могут выглядеть линии, еще можно сказать, что про них интересно. Как они выглядят на концах и как они выглядят на стыке. Для этого тоже есть две настройки. Вот. Соответственно, настройка line join задает, как линии ведут себя на стыке, там либо скругленные, либо заостренные, ну, неважно. Все видно здесь. А настройка line cap задает то, как линии выглядят на своих окончаниях, если они не закрыты. Вот тоже. Не знаю, зачем вам это может пригодиться, но в спецификации такая штука есть. Точнее, в реализации. Про цвета. Цвета тоже задаются для всего контекста. Они могут задаваться в свободном формате, ну, то есть абсолютно в таком же формате, в котором вы пишете цвета, когда делаете ваши стили. То есть это либо просто свойства, либо с решеткой, либо RGB, либо RGBA. То есть можно еще и прозрачные фигуры тоже рисовать. Можно задавать прозрачность вот через параметр global alpha для всех фигур. Почему нет? И это очень прикольно, когда у вас несколько канвасов, и вы их так друг на друга наслаиваете, и у них тоже может быть разная степень, ну, прозрачности, скажем так. Так, и еще можно даже задавать определенную настройку. Я про это не буду рассказывать. Там просто огромный текст на примеров 20 разных способов комбинирования объектов. Когда вы две фигуры рисуете одна на другой, по какому принципу они должны себя вести. Там какая сверху, какая снизу, как они ведут себя при пересечении. Можно, например, наложить два квадрата и сделать так, чтобы на их пересечении было пусто. Для этого тоже есть специальная настройка. Можете почитать. Опять не знаю, зачем вам это может пригодиться. Можно делать градиенты. Для фона очень здорово. Почему нет? Если вы не придумали, какую картинку туда поставить, можно просто самостоятельно какими-то базовыми цветами закрасить его. Здесь показано, как использовать градиенты. Опять же, все можно найти на MDN. В целом, вы просто задаете основную диагональ. Вообще, вы знаете, как работают градиенты? В принципе, что это такое? Кто-нибудь пользовался? Вы так скромно молчите, что мне прям хочется рассказать вам про градиенты. Нет, они как в конвайсе, так они и везде работают. И в фотошопе они так же работают. Вы задаете какую-то базовую линию, две точки, и задаете точки, которые являются границами на этих цветах. И задаете, соответственно, цвет для каждой зоны. И градиент вам вот так вот размазывает относительно этих двух точек. Вот и все. Что вам нужно знать про градиенты? Что их можно делать, если вам нужно? Опять же, выглядит вот так. Тут не очень удачная цветовая гамма, но в целом очень иллюстративная. Бывают там квадратные линейные, линейные градиенты и радиальные. Когда вы задаете не две точки, а две окружности, относительно которых строится градиент. Ну, в общем, и прочее, и прочее. Много можно чего делать на конвайсе. Но самое интересное для нас уже, мы когда научились делать какие-то примитивы, это как с ними можно еще поработать, нарисовав. Про трансформации нужно знать следующее. Что это такое? Поскольку мы воспринимаем с вами канвас как холст, и трансформации будут применяться именно к нему, к этой системе координат. Если мы хотим какие-то объекты перенести в какое-то место, то мы на самом деле переносим канвас. Потом рисуем там объект в координатах 0,0, а затем канвас обратно возвращаем. Объект остается там, перенесенным. Как-то так это работает. Соответственно, с поворотом точно так же. Вы поворачиваете канвас, относительно него рисуете ваш новый объект, затем возвращаете канвас на место, а объект остается там, где мы его и переворачивали. И с масштабом вот абсолютно такая же история. Есть еще метод transform с кучей-кучей параметров. На самом деле он просто принимает матрицу трансформации. Вы наверняка знакомы с линейной алгеброй, хотя бы приблизительно вот это оттуда. У трансформации их можно сбросить, их можно задать. И самые, на мой взгляд, полезные методы у канваса, помимо рисования примитиров, это сохранить и восстановиться. Что это за методы? Вот вы рисовали прямые, делали всякие настройки цвета, толщины линии, еще чего-то. И вдруг вы хотите задать следующий уровень настроек, но не потерять старые. Вот save-метод как раз это и делает. Он берет все настройки и все трансформации, которые вы с канвасом сделали, и кладет их в стэк. Дальше вы можете что-то еще поделать, сделать новые настройки какие-то. И через метод restore абсолютно вернуться к старым. И таким образом можно, не знаю, вот через этот стэк строить какие-то картинки. Для трансформации это жизненно необходимо, потому что когда у вас много разных примитивов, их трансформации не должны путаться друг с другом. Потому что если один повернет канвас, другой повернет канвас, в какой-то момент у вас получится так, что вы не понимаете, в какой системе координат сейчас находитесь. Поэтому вы сначала сохраняете контекст, затем применяете трансформации, затем восстанавливаете контекст. Таким образом, вы всегда находитесь как бы в консистентной, одинаковой системе координат 0,0, вертикально. Что еще можно делать? И что, на мой взгляд, чем вы, скорее всего, и будете пользоваться? Это работа с изображениями. В канвас можно вставить все, что угодно на самом деле. Туда можно вставить картинки. Именно либо как тег, то есть взять элемент image и вставить его через этот метод. Либо создать его программно через new image, которым вы присвоите какой-то SRC. Можно туда вставить SVG, которые, по сути, те же картинки. Можно даже видео вставить. Но на самом деле это будет не видео, а лишь кадр из него, который был в видео на тот момент, когда вы его вставляли. И даже можно вставить другой канвас. Это то, чем можно пользоваться. Когда у вас, например, несколько объектов, каких-то сложных, вы можете доставать из этих канвасов, там рисовать в каком-то отдельном канвасе, брать из него изображение и вставлять в свой. Это, кстати, тоже улучшает производительность. И при вставке изображения можно его кадрировать, можно его тоже переворачивать и как-то преобразовывать до того, как вы его вставляете. В принципе, вот это второй пункт про наложение и обрезку. И еще есть отдельная фишка. Это работа с пикселем, потому что что такое канвас? Это просто массив матрицы. Ну, на самом деле массив. Массив пикселей. И эти пиксели состоят из четырех вещей. Из восьми. Там заданы цвета, то есть RGB и A. Четыре бита на цвет, а их положение рассчитывается, исходя из их положения в этом массиве. И вы можете, по идее, ваш канвас полностью получить в таком формате и куда-то отправить. Или также можете сохранить его просто как картинку, как блоб можете получить. Ну, в общем, такой момент с экспортом. По идее, все, что вы нарисовали на канвасе, можно сохранить в формате какой-то картинки. Теперь про анимации. Мы научились картинки вставлять. Вот у нас есть нарезка из каких-то персонажей наших, из каких-то штук, которые будут летать, стрелять, прыгать и бегать. Хотим теперь как-то их анимировать. По идее, принцип такой же, как в мультипликации. Вот у вас есть этот чистый холст, и вы пытаетесь нарисовать каждый кадр. По идее, мы должны придерживаться 60 фпс, чтобы наш кадр постоянно обновлялся, и чтобы не было этих пробелов в отрисовке, чтобы ничего не лагало. Но нам с вами об этом думать не стоит, об этом подумает на самом деле браузер. Для этого есть специальный метод. Но давайте попробуем сначала просто нарисовать картинку. По идее, что мы должны сделать? Нарисовать ее, показать, стереть. Нарисовать следующий кадр, показать, стереть. И так много-много раз до тех пор, пока нам не надоест, собственно, рисовать. Но на что это будет на самом деле похоже? А похоже это будет вот на такую фигню. Картинка рисуется мгновенно. То есть мы просто... Это на самом деле гриб из Марио. Вы сейчас его разглядите, он просто слегка не поместился на кадр. Соответственно, чтобы получить вариант, когда... Сейчас. А почему не стирается? А вот мы стираем. Сейчас. Хороший вопрос. Мы можем посмотреть, как оно реализовано. Я, если честно вам скажу, я не помню. Хотя я это писала сегодня. Смотрите. Как это происходит? Вот есть картинка с этим грибом, скажем так. Давайте я сяду тогда. Раз мы на это посмотрим. В общем, картинка с Base64. О боже. Почему здесь такая акустика странная? Картинка с Base64 мы создаем это изображение. И у нас есть специальная функция, которая будет отрисовываться. Да, вот та самая, которая рисует нам все изображение. Почему я так громко говорю? Никто не может мне подсказать. Очень некомфортно себя чувствую из-за этого. Ну, ладно. В общем, вызываем Begin Pass, который начинает нам рисование. Потом вставляем картинку в нужную координату. И затем, по идее, рисуем его еще раз. Вот и все. Этот метод вызывается много-много раз. И рисует нам грибы. И действительно, я здесь забыла его стереть. Но это для наглядности. А, я вспомнила, зачем. Все, отлично. Это для наглядности сделано. Было, чтобы вы увидели, что гриб на самом деле рисовался. Что все кадры рисовались. И если бы я ничего... Если бы я стирала каждый раз, то мы бы просто увидели гриб в конце. И не увидели бы его движений. Ура. Восстановили. Последовательность действий. Почему оно такое кривое все? Почти, да. Задержку делать. Вот. Вы правильно мыслите. Надо сделать задержку. Мне кто-нибудь может помыть? А, вот. Ура. Все. Господи. Происходит какая-то вообще полтергейстная тема. Короче, да. На самом деле нужно делать задержку. Вопрос в том, как делать задержку. Есть несколько вариантов. А можно я все-таки покажу вам гриб, который двигается? Мне просто он очень нравится самой. Вот. Вот, собственно, нет ничего сложного. Вы только что сами видели код. Просто берем картинку, вставляем ее и дальше ее двигаем в зависимости от функции времени какой-то. А вверху написано время, за которое мы ее отрисовали в миллисекундах. Как делать задержку? Как делать задержку? Самое интересное вообще. Есть, мы уже с вами знаем, вы сталкивались с методом setInterval и setTimeout, да. Чем они отличаются? SetInterval просто дергает какую-то функцию постоянно с задержкой, а setTimeout просто дергает ее один раз с задержкой. Соответственно, по идее нам как раз нужен setInterval. Мы хотим раз в какое-то время, нам чтобы 60 FPS получить, ну, допустим, будем дергать этот метод каждые 10 миллисекунд. Каждые 10 миллисекунд будем вызывать функцию, которая рисует нам сцену заново, стирает, рисует. И по идее этого было бы достаточно, если бы не одно но. У нас браузер сам постоянно перерисовывает картинку. Ну, то есть у него есть там определенные стадии, когда он берет и вызывает repaint, и перерисовывает вообще все. Соответственно, бывают моменты, когда наша функция перерисовки попадает в такие провальные моменты, когда браузер вообще не рисует совсем. И получается, что в этих местах у нас случаются такие лаги. То есть поскольку браузер на самом деле ничего не перерисовывает, то картинка так подергивается слегка. Поэтому нам лучше доверить этот момент с перерисовкой, выбором времени удачного для перерисовки картинки самому браузеру. И для этого есть специальный метод request animation frame. Понимать его надо так. Дорогой браузер, вот тебе функция, пожалуйста, вызови ее, когда ты соберешься все перерисовать. Вы как бы просите его это сделать, когда он будет к этому предрасположен более всего и сделает это наиболее, скажем, эффективным способом. А с какой частотой он перерисовывает? А вот зависит от... Ну, пишут 60. Может быть, как-то по-другому. Можете сами посмотреть. Я вот тоже сегодня смотрела. Там как бы никаких особо явных указаний на то, как часто эта перерисовка происходит. Нет. Везде всегда по-разному. Зависит и от вашего ноута, и от вашей карты, и вообще от того, как звезды на ней сошлись. Соответственно, как вообще выглядит наша функция, которая рисует? Сначала мы воспользуемся функцией performance now, которая нам поставит, скажет нам, что начально какую-то точку отсчета выдаст. Все ее видели. Все знают, что такое performance now и чем она лучше, чем new date. Date now. Она, по-моему, точнее. Да, она суперточнее. Это специальный формат данных, который как-то называется high-resolution time, по-моему. Ну, в общем, время с высокой точностью возвращает. И пользуется им сейчас вместо того, чтобы date now. И на самом деле функция requestAnimationFrame сама ее в свой callback передает как параметр. В то время, в котором мы сейчас находимся. Короче, вот поставили точку отсчета. Старт. И объявили нашу функцию, которая будет делать перерисовку. Она здесь redraw. Вот шестая строчка. А как сделать так, чтобы можно было фонариком показывать? Кто-нибудь знает? На пульте. О, я сама догадалась. Ничего не буду у вас спрашивать. В общем, вот эта функция redraw. Она здесь за кадром находится, но вы, в принципе, ее видели. Ну, или можете сами посмотреть. В презентации все есть. В общем, сама функция redraw будет нашу сцену чистить, рисовать, делать вот эту логику. А функция animation что делает? Она знает, какое время нам передали. То есть, на каком... Где на оси временной мы сейчас находимся. Текущий момент. Собственно, результат performance now. Вызывает функцию redraw и говорит, браузер, пожалуйста, нарисуй мне следующий кадр еще разок. То есть, основной прикол функции requestAnimationFrame заключается в том, что она вызывается снова и снова. Постоянно. И таким образом мы с вами и добиваемся постоянной перерисовки. Можно, если вам интересно, посчитать, сколько раз она вызывается. Если у вас возникают такие вопросы, это же хорошо, вы можете просто проверить. Поставьте туда, вот сюда какой-нибудь счетчик и посчитайте, сколько раз у вас вызывается эта функция на самом деле. Если вам интересно. Ну, допустим, мы поняли, как анимацию начать через requestAnimationFrame. Есть еще функция, которая отменяет ее. По аналогии с setTimeout и setInterval мы иногда хотим, чтобы наши анимации прекратились. Например, когда вы вводили мышкой, ну, когда ваш пользователь находится внутри конваса, мы хотим, чтобы анимация двигалась. То есть, когда мы мышкой уходим за его пределы, хотим, чтобы анимация останавливалась. Ну, или игра вставала на паузу. Для этого есть метод cancelAnimationFrame, по-моему. Да, cancelAnimationFrame, которая также, как и setInterval и setTimeout, принимает то, что возвращает requestAnimationFrame. Какой-то вот ID нашего последнего вызова. Как его приостановить. Есть у кого-то вопросы сейчас по тому, как организовывать этот цикл? Да. Так это не мы его передаем, это нам requestAnimationFrame его передает. Мы здесь ничего не делаем. Понимаешь? Вот смотри, requestAnimationFrame – это функция, которая принимает другую функцию и вызывает ее, передавая ей какие-то аргументы. И аргументом у нее вот это… она передает значение performanceNow. Ты можешь же сам вызвать, он будет… ну, скорее всего, он будет такой же. Я не до конца уверена в этом, но даже если он не будет такой же, он не будет сильно отличаться. Вот. Там была еще рука. Уже все. Хорошо. Вам еще сейчас Алексей поподробнее расскажет, в какой момент нужно вот все эти манипуляции проводить. Но в идеале, в идеале, спойлер такой, желательно, чтобы у вас была одна такая функция requestAnimationFrame. Потому что если вы начнете ее в разных местах дергать, да, может случиться такая ситуация, когда у вас одна и та же сцена перерисовывать по нескольку раз. Это не есть хорошо, это просто полная противоположность перформансу. А мы хотим, чтобы все-таки у нас были эти 60 фпс. Теперь как оптимизировать. Мы уже какие-то моменты обговорили. Во-первых, используем requestAnimationFrame вместо setInterval. SetTimeout можно использовать, если у вас там было что-то остановлено, да, и вы хотите разовое действие на конвасе сделать. Почему нет? Это вот то самое. Потому что, как мы видели с предыдущего примера, все наши перерисовки должны быть асинхронными. Потому что если делаем асинхронными, то у нас нет никакой анимации. Мы сразу видим всех грибов, которых мы нарисовали, а мы этого не хотим. Поэтому асинхронно через setTimeout или через requestAnimationFrame, если это повторяющаяся сцена. Второе. Многослойные слои элементов канвас для сложных сцен. Это мы тоже уже коротко проговорили. Декомпозируем нашу сцену на несколько слоев и радуемся жизни. Все здорово. Ну, то есть этим удобнее управлять. Можно для них, для всех сделать разные функции анимационные, которые будут работать совершенно, ну, в разных местах находиться. Можно даже сделать красивый, с разным темпом эти сцены перемещать. Знаете, как когда в пиксельных играх у вас сцена там задняя движется очень медленно, такой параллакс эффект, там какие-то блоки двигаются чуть побыстрее, и ваш персонаж двигается быстрее всех. Вот это то самое. Можно добиться через несколько канвас-сцен. Рендеринг только разницы. Мы сейчас с вами поговорили функцию, которая все делает, да? Она стирает и рисует все целиком заново. Потом снова стирает, снова все заново. Не всегда это нужно. Не всегда у нас все части сцены двигаются, да? И иногда нам нужно, ну, перерисовывать только лишь какую-то ее часть. Поэтому считаем, что изменилось, и перерисовываем только тот кусок, который изменился. Получаем чуть-чуть, ну, лучшую производительность. Группировка вызовов канвас. Здесь о чем? Вот у вас есть несколько линий, которые вы рисовали. Вы можете это делать разными методами, разными пассами, а можете все сделать в одном. То есть не каждый раз обращаться к контексту и перерисовывать его, а сделать все одним махом. Тоже несколько улучшает производительность. Предварительный рендеринг во вне экрана элемент канвас. Это прям совсем хитрая вещь. Это вот если вы прям очень хотите пооптимизировать, и вы уже все написали, всю игру, и не знаете, куда себя деть. Вот попробуйте эту вещь. У вас должно быть два канваса. Один не видно. Он спрятан куда-то далеко, за пределы экрана. И вы сначала рисуйте на нем. Вот вы на нем нарисовали, экспортировали из него изображение через метод. Не скажу какой, не помню, потому что, но в спецификации, в документации точнее все есть. Вытягиваете из него картинку и через метод нашего видимого канваса сразу туда врисовываете. Получается быстрее. То есть у вас может быть такой спрятанный канвас, на котором вы какие-то сложные вещи рисуете, а потом просто сразу их как картинку вставляете уже готовую. И может получиться очень хорошо. Дальше. Использование CSS для фонового изображения. Я не постесняюсь сказать это в третий раз. Используйте CSS для бэкграундов. Не надо рисовать огромные картинки на канвасе. Это плохо переваривается всеми вообще. Для этого есть специальное свойство. Пользуйтесь им. Еще я сказала, что канвас прозрачный, поэтому можете прям вообще на весь экран натянуть эту картинку. Всем будет только лучше от этого. Отказ от координат с плавающей запятой. Тоже сказала. Округляйте ваше значение. Обязательно. Если у вас эти плавающие точки, все закончится. На самом деле, возможно, у вас не будет сильно быстрее. Но вы сами в душе глубоко будете знать, что это быстрее работает. И отказ от рендеринга текста с канвас и свойства shadow blur. Да, у текста может быть тенюха. И вообще у всего может быть тенюха. У всех ваших примитивов, которые вы рисуете. У прямоугольников и у линий может быть это свойство. Но зачем рисовать текст и зачем рисовать тенюхи тоже не всегда нужно. Иногда быстрее гораздо сделать картинку с тенью и показывать ее. А не рисовать эту тень силами самого канваса. Вот вроде бы и все про то, как можно это оптимизировать. А, в итоге смотрите, как у вас должно получиться. Допустим, у вас есть контролы, какая-то панель управления. Ее лучше всего делать не канвасом. Потому что мы хотим от нее полной интерактивности. Мы хотим, чтобы она была кликабельная. Чтобы мы, не знаю, там в основном какие-то кнопочки будут, какие-то настройки, выбор каких-то элементов, меню, что угодно. Вот это все постарайтесь сверстать и спозиционировать абсолютно над вашим канвасом. Чтобы это выглядело как элемент вашей игры. На канвасе только рисуем. Не знаю, через движение подписываемся на всякие события. Вроде нажатия клавиши, там, маус-энтер, маус-слив. И вот это все обрабатываем для того, чтобы двигать наших персонажей, перемещать там. И в конце третьим слоем идет фон. Через стили, опять же. Наверное, это все вопросы появились. Да, давай. Есть какие-нибудь человеческие верные канвасы, которые все-таки дают ему или для этого какие-либо? Они есть. И вы можете ими пользоваться. Там, ну, то есть, почему нет? Но зачем, если у вас, допустим, не знаю, один персонаж, который там прыгает и что-то делает? Это все можно сделать на канвасе. На самом деле, если вам интересно, вы можете открыть браузер и написать «Игры на канвасе». Вы найдете столько примеров очень крутых игр, сделанных абсолютно нативными методами. То есть без всяких лип. Но можете и попользоваться. В том числе на сайте MDN в туториалах по канвасу есть перечень лип, которые вы можете использовать для этого. Вот. А, кстати, поднимите руку команде, которая делает 3D-игры. Просто интересно. Но у вас не так много, это радует. Кстати, как я и сказала, вы можете вообще без канваса обойтись. Почему? Ну, то есть можно все сделать и на чистом HTML, и на CSS через анимирование этого всего. Так тоже можно. Все зависит от того, какова ваша игра. И про это лучше посоветоваться с ментором. Он вам, скорее всего, подскажет, какой из способов вам лучше подойдет. До сегодняшнего дня вам было дозволено позволительно не знать, что результатом совместного курса по фронтенд-разработке и по разработке на Java будет многопользовательская игра в браузере. После сегодняшнего дня уже вы обязаны это знать, потому что спойлер, после сегодняшнего занятия домашним заданием будет разработка синглплеера своей игры. Вот. В принципе, я мог ответить на этот вопрос. То есть вы спрашиваете, как делать игры? Я говорю, очень сложно, и мы на этом расходимся. Но сейчас попробую вам рассказать какие-то приемы и прочие вещи, связанные с играми, которые позволят вам правильно сделать абстракции, сделать связь между ними, и чтобы при увеличении логики, увеличении сложности своей игры вам было легко все это масштабировать, увеличивать, и вы испытывали меньше проблем, чем потоки до вас, потому что у них такого счастья не было. В общем, прежде всего вы должны понимать, что игра — это приложение, то есть не обязательно веб-приложение, это обычное приложение, у которого есть определенное состояние, какой-то набор свойств, и которое вы просто отрисовываете определенным образом, и при изменении этого состояния вы его берете и перерисовываете. Вам только важно определить, как уже говорила Марина, с какой частотой правильно перерисовывать состояние, чтобы картинка была плавной, чтобы она была достаточно плавной, но при этом чтобы большая частота обновления картинки не портила вам производительность, и чтобы у вас там было 144 FPS, но при этом диколагало, вам такого не надо. Вот. Поэтому прежде всего, как у любого приложения, можно применить какие-то архитектурные решения. На прошлой лекции вам рассказали про Solid принципы, вам рассказали про MV звездочка архитектуру, вам рассказали про Event Emitter, как это правильно, Pattern Mediator, по-моему, называется. Все это применимо и для абстракции, которую вы можете построить к своим играм. И понимая это, то, что игра — это не что-то такое сверхъестественное, непонятное, а это обычное приложение, вы строите абстракции, которые строили в своей игре, в своем приложении, в своих формах логина, там, входа, что у вас еще scoreboard есть, все становится очень просто. В принципе, в каждой игре желательно, ну, мы хотим, чтобы у вас было минимум два мода. Первый — это синглплеер, когда человек заходит, играет сам с собой, не знаю, играет без сети. Еще что-то делает и мультиплеер. Это когда у вас есть какой-то коннект, сетевое соединение, у вас есть противник, или, не знаю, у вас кооп-гейм, у вас есть ваш компаньон. В общем, вы как-то по сети взаимодействуете, и вы зависите не только от своих действий, но и от действий какого-то другого человека, который непонятно где находится, с непонятно каким соединением. Но вы должны понимать вот это, что синглплеер — это прежде всего специальная версия мультиплеера. Идеальная модель какая? У сервера, на котором содержатся все данные и вся логика вашей игры, он по какому-то своему таймауту в своем игровом цикле отдает вам текущее состояние игрового мира. И вы его отрисовываете. Правильное состояние синглплеера — это если вы не на клиенте все это проверяете, а нажали кнопочку, отправили на сервер, и в цикле получили от сервера новое состояние мира и перерисовали его. Заниматься, как бы, вот городить какие-то серверные логики и дико сложные вычисления на клиенте — это плохой подход. Но наш курс — это самый противоречивый курс в технопарке. Одним из требований на получение, я не помню какой оценки, может, даже тройки, является то, чтобы ваше приложение работало оффлайн, и ваша игра, хотя бы синглплеер, работал оффлайн. И для этого вам нужно будет имплементировать то, что написано на сервере, у себя на клиенте. Коротко, сжато, это может быть маленькая заглушечка. И старайтесь помнить о том, что, да, есть ребята на фронтенде, которые хотят, чтобы у нас все работало в оффлайне, но прежде всего правильно — это нажали кнопочку даже в синглплеере, данные ушли на сервер, сервер прислал новые данные, мы их адресовали. С таким поведением и с такой принципиальной архитектурой, то, что вы закладываетесь, ага, домашнее задание — синглплеер, сделаю это все на JavaScript, а потом приходит домашнее задание — мультиплеер, и вы все свои файлы переделываете. Это неправильно. Вы должны заложиться, что есть какой-то метод, который отправляет данные на сервер. Например, сервера нет, и вы этот метод заменяете методом, который работает на JavaScript. Есть такой паттерн, как провайдер, который берет на вход входные данные, что-то с ними делает, и как абстрактная фабрика, в зависимости от входа, дает вам тот или иной выход. Вы можете посмотреть, ага, у меня синглплеер или мультиплеер. Если синглплеер, то я иду в JavaScript функцию, и она что-то мне на клиенте делает, а если мультиплеер, я использую объект транспорт для связи с сервером, посылаю ему новые данные и жду, пока мне придет новое состояние. Пожалуйста, помните это, чтобы потом не было таких километровых дифов, ваши менторы все такие в чате, а, команда там 100 файлов, не могу, вы такие, а, сложный курс, надо отчисляться. Нет, вы это помните, и все будет очень просто. Тут представлены основные определения, связанные с игровой тематикой. Они могут не соответствовать понятиям, как правильно, геймдева. На курсах Java вам могут дать другие понятия, но я пытаюсь объяснить, что это такое, и если термин подобран неправильно, главное, чтобы вы примерно поняли, о чем идет речь, а остальное неважно. Игровой цикл, на самом деле их два, это цикл отрисовки на клиенте, когда идет замечательный реквест animation frame с определенной частотой, и второй цикл, это цикл смены данных перевычислений на сервере. Я сегодня вам покажу, как это сделать и на сервере, и на клиенте, но упор, конечно, будет на клиент, но всегда помните, что перерисовка вашей игры и какой-то расчет данных — это как минимум разные циклы, разные модули, разные файлы, разные функции, и желательно это вообще разные части веб-приложения. Рисуем на фронтенде, считаем на бэкэнде, посылаем данные, фронтенд перерисовывает. Игровой мир, как вам надо вот так делать, это я научился. Игровой мир — это, по сути, объект. Это набор состояний вашей игры. Например, я не знаю, у вас танки, они стреляются, у вас есть там координаты танка, куда смотрит его пушка, сколько пули, куда они летят. Ну что-то в таком духе. Первое правило — чем более сжата информация, которую вы пересылаете, тем лучше, потому что вам в идеале гонять это все по сети, и поэтому, я не знаю, писать километровые названия для ключей и хранить там какие-то гигантские значения, при условии, что вы можете заменить это на true-false. Вы можете заменить это на true-false или там на 0.1, или в какой-то, ну, работать с, как правильно сказать, структурами данных, которые весят очень мало. Старайтесь, чтобы игровой мир весил как можно меньше. Это раз. И второе — при изменении состояния игрового мира пытайтесь гонять туда-сюда не весь объект, а только ту часть, только то property, которая изменилась. То есть у вас должен быть принцип, у вас есть огромный список свойств в объекте, и делая какое-то действие, вы посылаете список новых свойств, которые изменились. Не надо, как бы если не изменилось, не надо писать старое. Сервер должен понять, ага, 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 вот новое получил, обновил, новое обновил. Те, которые константно остаются, не надо гонять туда по сети, иначе вы очень сильно заставите пользователя проседать по трафику. И если он где-то с очень плохим интернетом едет в телефончике и только облупится в вашу игру, то у него большие проблемы. Сцена. Сцена, по сути, это абстракция над вашей игрой. У сцены есть главный метод. Это метод render, который берет, и я не знаю, что у вас, ну, давайте, идеальная модель у всех канвас. Он на канвасе отрисовывает те абстракции, которые вы придумали, там, ваши квадратики, кружочки, линии, все что угодно. Вот, за это отвечает сцена. Игровая стратегия — это модель поведения игроков. То есть это может быть синглплеер стратегия, это может быть мультиплеер стратегия. У вас в идеале, я вам потом объясню, должен быть какой-то абстрактный класс стратегии, который говорит, что делать на нажатие на клавишу, что делать там при выходе из игры, что делать при том действии, что делать при другом действии. И в синглплеер стратегии, и в мультиплеер стратегии вы просто берете и методы из абстрактного класса переопределяете. Как я вам уже говорил, можно сделать провайдер, можно сделать, взять синглплеер стратегию и там при изменении состояния, при нажатии на кнопочку пользоваться клиент-сайт JavaScript функцией, а в мультиплеер-стратегии я вам это покажу. Мы просто берем, отсылаем данные на сервер, ждем новое состояние. Все очень просто. Контроллер контролов. Это писал Толя, я чувствую стиль мастера. Как уже говорила Марина, у вас может быть несколько вариантов контролов. Самый базовый — это клавиатура и мышь. То есть, по сути, это абстракция над кликами мышкой или событиями K-Up, K-Down на клавиатуре. Но вы можете извратиться, я вам потом покажу примеры. Это может быть абстракция, которая, не знаю, позволяет вам подключить телефон по Bluetooth, в AWS Bluetooth API, и в телефоне тыкать. У вас будет отдельный телефон, в который вы тыкаете, а все это отображается на большом компьютере на экране. Или вы можете контроллером использовать телефон, и, например, его акселерометр и гироскоп. Вы можете физически… Вот вам не нравится клик в мышку, вы на мобилках, на тачах часто делают, как такой руль или джойстик. Вы типа большим пальцем можете, если так нажали вперед, он пошел вправо, влево. Это тоже джойстик. И потом будет видео от Анатолия. Не то, что там Толя, просто он сказал, покажи ребятам, как подключить контроллер. Я не помню, от чего. Там то ли от Xbox, то ли от Плойки, компьютеру и рубиться в браузерную игрушку. Менеджер сессий все очень просто. Это абстракция… Как это правильно? В игре могут быть комнаты. То есть вы можете в своей игре, например, ждать два первых коннекта и сводить их друг с другом. То есть два человека зашли, у них игра. Следующие два зашли – игра. А можно сделать абстракцию, которая возьмет и отдельно создаст комнату. Там запароленную, например, как правильно называется, лобби. Там что-то будут писать про хоста интересное. Ну, в таком духе. И за это отвечает менеджер сессии. Толя, когда сказал мне, что я буду читать эту лекцию, он попросил меня, Леш, давай мы возьмем и перерисуем это в каком-нибудь редакторе, чтобы это было все красиво. У меня не поднялась рука это сделать. В общем, этот Анатолий в прошлом семестре, у него был порыв донести студентам правильную архитектуру. Он набросал это на бумажки, сфотографировал, запихнул в лекцию. И я считаю, что это должно тут быть. Это как вот такой, я не знаю, как реликвия. В принципе, по этой штуке мы сегодня и будем обсуждать, как правильно строить игры. Вот это я не знаю, зачем вообще было. Суть. Как я говорил, есть сцена, у нее есть метод рендер, у нее есть какое-то свое состояние, это состояние игрового мира. Вот наш браузер, там клиенты что-то тыкают, и я тоже что-то тыкаю. Есть абстракция над контроллерами, вот он обрабатывает, он клик, он кейдаун, там он ховер, это как мышка навели. У нас есть всякие стратегии, вот видите, синглплеер стратегия работает отдельно, мультиплеер стратегия через паттерн транспорт каким-то образом общается с бэкэндом. Но я вам сказал, что правильно, если синглплеер стратегия тоже будет общаться с бэкэндом, если есть сеть. То есть есть сетевое, ну есть соединение физически, вы, у вас, не знаю, телефон ловит там 3G, 4G, что угодно. Вы через транспорт ходите на сервер, получаете новое состояние, перерисовываете сцену. Нет, тогда локально, JavaScript'ом на клиенте дублируете то, что вам нужно, маленькую какую-нибудь пасхалочку или целиком игру, и она работает оффлайн, и вы получаете какую-нибудь классную оценку по курсу фронтенда, и маме хвастаетесь. Почему лучше? Да, давай. Я так и говорю, почему лучше? У нас же, если у человека интернет нестабильный, он же может спокойно играть в свою руку, почему его ограничили с помощью? Ты можешь попробовать определить, то есть проверить состояние соединения, сделать кинтестовые запросы, попробовать загрузить какой-нибудь пиксель. Рассказывали вам про пиксель? В общем, вся статистика в интернете ведется через пиксели. Это картинки размером один на один, потому что мы же не можем заставить за клиента сделать какой-то запрос, надо заставить его кликнуть. Или можно подсунуть ему какую-то картинку. В общем, пиксель — это картинка, которая лежит где-то в интернете, и вот она без размера, она без веса, но сервер, который ее раздает, учитывает, сколько раз, с какого домена, с какими куками ее запросили, и ведет какую-то статистику. Ты можешь с помощью этого пикселя понять, работает твой сайт, не работает, чувак долго грузит файл или медленно, и понять, что ему нужно. Я к чему клоню, что очень, ну, не тру, городить сложную логику с вычислениями на клиенте, на JavaScript. У тебя фронтенд, ты рисуешь, ты не должен думать, ты должен рисовать. То есть ты получил данные, перерисовал их, а тебя не надо городить математические формулы, как-то правильно все менять эти состояния. Это идеальная модель. Поэтому я говорю, что на самом деле круче, что если ты будешь посылать изменения бэкэнду, получать состояние рисовать. На моем потоке, это было, не знаю, год-два, наверное, назад или два с половиной, ребята при плохом соединении делали мини-игру. То есть там маленькая логика, там что-то около кликера или там в лабиринте побегать. Там все очень просто, на клиенте мало логики, а то, что требует больших вычислений мощностей, это уже через сеть, через клиент. Мы хотели сделать игровую логику, вынести код перед нас, то есть типа отдельное разрешение на это, которое имеет какие-то капельцы. Твои вкусы специфичны. Что? Короче, суть в том, что вы можете в Java транслировать в JavaScript. Ну слушай, как бы это не общее решение, ты понимаешь, давай или потом обсудим, если интересно, или в чатике спросишь, у ментора спросишь. Проблема в том, что идеологически это уже правильность. Неправильно что? Чтобы... Ну, делать логику игры на пилите. Ну вот, да. На синглплеере. Ну, подожди, я тебе говорю про то, что логически правильнее, чтобы даже при синглплеере вся логика была на сервере, правильно? Ты говоришь, а что если у моего клиента плохое соединение? А сейчас ты... Нет, у меня сгрузил, зашел к друг другу, у него пропал синглзи. Ну, при синглплеере ты, наверное, можешь создать какую-нибудь очередь запросов, как-то внутренний стэк, в котором ты хранишь команду. Ну, какая разница, от тебя же никто не зависит, это чисто ты сам собой играешь. Ты можешь, где-то появилось соединение, ты отослал все команды, которые были, мир перерисовался, от тебя никто не зависит. Я про это говорю. Ну, слушай, мне кажется, общего решения нет. Обсудить с ментором, напиши нам в чат, не знаю, напиши Анатолию на авторитет в этом здании. А, ну, окей. Так, подожди, с чем ты согласен, а с чем ты не согласен? Вот, да. Нет, это вопрос был. С чем я? Да. Ну, я не согласен с тем, что на клиенте не должна быть синдром, если у нас есть синдром. Я сказал, что при условии, что мы вам даем, чтобы она работала в оффлайне при отсутствии соединения, да, я сказал, или вы копируете полностью, или допустимо скопировать часть, чтобы там была какая-то урезанная копия. То есть суть моего посыла не то, что вы прям отказываетесь от игры на клиенте, а то, что вы делаете его максимально простой. То есть в идеальном мире у вас идеальное соединение, у всех есть интернет, все могут получать просто данные рисовать, вычисления на машине, которая заточена на вычисления, а на клиенте нет интернета, маленькая игрушечка, никто не страдает, телефон не кипит, ничто не взрывается, все хорошо. Игорь. Да, ну, я как раз понял вопрос, то есть, если там все равно адресовывает синдром дает, то он... Типа зачем ходить на сервер потом? Да. Ну, только что вот висит. Ну, такой подход. Во-первых, у тебя синглплеер и мультиплеер ничем не будут отличаться, кроме наличием живого человека в сторону кабеля или отсутствием. Тебе будет проще разработать, то есть тебе переключиться, ну, как-то типа пальцами шелкнуть. Все очень просто. Вот и все. На самом деле, с учетом того, что вип-брозерная сеть очень медленная, в плане для этих, то я думаю, все-таки лучше синглплеер делать интернете. А почему она медленная? Ну, потому что... А через что ты будешь общаться? Через интернете. Ну, почему они немедленные? Ну, ты... Один коннект. Ты установил, у тебя канал открылся, ты шлешь данные. Я пакеты отправляю, потому что эти пакеты не гарантируют доставку. Они не гарантируют время доставки, понятно, что они как бы могут дойти потом. Нет, если пакет не доставился, то блокируется весь стек. То есть у Агар-район, создатель Агар-район написал целый тактат о том, что все очень плохо, я не могу написать игру. И он так не сможет написать. Ну, он сказал, что у всех все лагает, короче, окей, давайте потом я вынесу это на обсуждение с Толей, с Димой, и потом через ментор вам передадим, как правильно все-таки все сделать. А пока продолжим лекцию. Надо обратить внимание вот на это место. Это event bus, то есть все эти абстракции друг о друге ничего не знают. Они подписываются на какие-то события, они имитят какие-то события, все идет через имиттер. Вот, в принципе, такой архитектурный прием вам должен был объяснять Толя или кто-то читал прошлую лекцию неделю назад. Важно разделение всего, чтобы это не значило, я думаю, это разделение все-таки. Разделение имеется в виду, что чем больше абстракции вы построите, тем легче вам ваше приложение масштабировать. Все очень просто. Модель акторов — это event-бейс архитектура, то, что мы разделили сущности, они друг о друге ничего не знают и общаются, как бы не блокируя друг друга через event-эмиттер. Об этом я уже сказал, что перерисовка мира отдельно от обновления состояния, то есть game loop — это два лупа. Один считает новые состояния мира, меняет свойства в объекте, а второй через requestAnimationFrame говорит сцене отрендерить, пожалуйста. Ну, про паттерны я вам уже рассказал. О чем еще? Марина говорила, что да, суть анимации — это нарисовали, стерли, перерисовали. Это очень плохо, потому что это, ну как, у тебя постоянно цикл без перерыва, просто браузер все это начнет рисовать, подумает, скажет, да ну вас, и упадет. RequestAnimationFrame решает эту проблему, но в принципе не совсем. Я потом вам в Telegram, наверное, скину статейку. Она звучит вот так вот. Детальное объяснение game loop в JavaScript, тайминга, там чувак объясняет, как сделать так, чтобы при, как правильно, разном времени выполнения функции, то есть, например, какая-то функция изменения состояния отработала очень быстро, а какая-то очень сложная, но большой div, и она работает очень медленно, как делать так, чтобы у вас FPS не скакал, чтобы он был всегда стабильный. Вот. Я думаю, в принципе, пока я что-то рассказываю. Ловить. Что еще? Вопрос, когда ждать, как часто обновлять? Я предлагаю разделить игры на два типа. Первое – это пошаговые игры, например, какая-то стратегия, там карты, крестики, нолики. Тут все предельно просто. Вы обновляете состояние, когда оно изменилось. Вам реквейст анимейшн фрейм там не нужен вообще. Вы перерисовываете состояние, когда игрок там поставил крестик или нолик. Все. Сложности абсолютно никакой. С реалтайм играми уже все намного сложнее. Сервер по возможности, вот с той частотой, которую вы задали, которую вы поняли, она для вас оптимальна, он вам, как уже Никита сказал, через WebSocket шлет данные, которые нужны, и вы все это просто берете и перерисовываете. В общем, WebSocket вам про это позже расскажут ребята на следующих лекциях. Это еще, как правильно сказать, еще один протокол для общения клиента и сервера. Он позволяет один раз открыть соединение и слать пакет оттуда-обратно, чтобы каждый раз не тратиться при HTTP на triple handshake и прочие заморочки. Практика. Я вам сейчас покажу два типа игр. Первая – это моя игра двух с половиной летней давности, за которую мне одновременно очень приятно, очень стыдно. А вторая – там крестики-нолики, она пошаговая, и я был одним из первых, кто вообще что-то запушил на Heroku, все-таки, о, Heroku, бесплатно можно пушить, и теперь вы все в обязательном порядке пушите на Heroku. Вот, а вторая, она была написана Толи полгода назад, я вам покажу, где сорцы лежат, это все доступно в интернете. Там будут танчики, они перестреливаются, и мы будем разбирать исходный код, смотреть, как мы реализовали те паттерны и абстракции, которые были нарисованы на волшебном рисунке, вот, и вообще смотреть, как это что работает, и о чем вообще, собственно, сегодня лекция. Что вы понимали, не осуждали меня, это стадия предзащиты, то есть тут еще не реализована связь с бэкэндом, это чисто синглплеер на клиенте, это супер крестики-нолики, вы можете зайти, вам видно ссылку, я, наверное, не смогу увеличить, нет, в общем, tp.x.heru.co.up.com, если найдете, окей, никому не говорите. Артем Мезин раньше преподавал фронтенд, становился преподавателем семестра, в общем, очень классный парень, когда он узнал, что я читаю эту лекцию, он сказал, покажу ли я главную фишку своей игры, когда я учился на курсе фронтенда, я такой, конечно, покажу, в общем, у нас была очень простая игра, это обычные крестики-нолики, только сложные, типа тут 9 полей крестиков-ноликов, у них особая логика, и они пошагово просто отрисовываются, то есть нажали, перерисовалось, в бэкграунде сейчас ничего не шлется, ничего не должно слаться, все, зафиксировано состояние, оно статично, ничего, никаких анимаций не происходит, только произошел клик, только тогда канвас перерисовался, в этом суть пошаговой игры, поэтому если у вас пошаговая игра, вы в шоколаде, вам вообще париться не нужно, это очень просто, и как бы чем проще механика игры, тем больше мы будем докапываться до интерфейса, я не знаю, как вообще, я технопарк закончил с такой игрой, но, вот, я не знаю, по мне она волшебная, красивая, моя, прекрасная. А, главная фишка, спасибо, что напомнил, я, тогда это было очень модно, я посчитал, что мы, в моей игре, она будет очень популярна, нужно как-то повысить конверсию, то есть, когда человек, конверсию людей, которые пришли на страницу регистрации, в количество людей, которые зарегистрировались, и поэтому я поместил туда мотиватор, в виде этого прекрасного парня, Just do it! Don't let your dreams be dreams! Вот, поэтому смотрите, к чему это все? Через 2 или 3 недели, я не помню, у вас предзащита, и вы должны понимать, что ваша игра, это не только какое-то сложное, мудреное, академически правильно написанное, сложное приложение, это прежде всего штука, которая для шоу, вы должны прийти и показать, ну да, мы умеем программировать, ну блин, вам всем, как вы начитали один и тот же материал, вы все сделали примерно, ну в большинстве своем, кто-то индивидуально отдельно пошел, но в большинстве своем по одним и тем же сэмплам, вам важны фишки, то есть если вы запихнете какую-то пасхалку, я помню, у моих одногруппников были танчики, там были пауэрапы бусты, и когда брали пауэрап, сбоку появлялся большой любовский, говорил, типа, блин, чувак, отлично, ты там стал круче, чем больше вы пихнете этого в игру, то есть как, вы что-то сделали, логику, у вас все работает, окей, вы думаете, как украсить, чем больше вы пихнете прикольных пасхалок, ну не переборщите, тем лучше, потому что в этом семестре защита у нас в офисе, просто спуститься на второй этаж, я думаю, придет очень много людей, связанных с играми, с джавой, с фронтендом, возможно, даже дизайнеры интерфейсов, посмотрят, что вы сделали, и ваша задача не просто сказать, мы наградили абстракции, используем кривые без е, разбираемся в этом, а показать вашу фишку, короче, выстрелить, заинтересовать, чтобы все смеялись, аплодировали, чтобы с простой игрой вы получили приз зрительских симпатий, поэтому держите это в голове, то есть, ну как, сначала домашнее задание, а потом приколюхи, но приколюхи приветствуются, и если защита выйдет зажигательной, это будет очень круто, не знаю, может там тоже будет видео, и вам потом будет самим приятно смотреть, друзьям показывать, типа, вот как я рофлил-то в мыле на защите, типа, здорово. Я задеплоил игру, tp-defensegame, herocap.com, это, я думаю, я вам скину в чатик. Вот, игра написана Толей, она лежит в нашем общем репозитории, где лежат все ваши игры, она называется Sample Game, а ей 6 месяцев, поэтому листайте, пока не найдете. Ну и в принципе, я вам ссылку скину, и проблем не будет. Значит, что мы будем делать? Мы сначала поиграем, потому что это круто, а потом вы можете склонить репу, и мы будем идти по коду, и чтобы вам было удобно вместе со мной смотреть и понимать, что там происходит. Анатолий сделал для вас три режима, это игра в одиночку, игра с искусственным интеллектом, игра с другом. Игра в одиночку и с искусственным интеллектом это как бы абстракции синглплеера, они реализованы чисто на клиенте, они не работают сетью, и давайте посмотрим, игра в одиночку, у нас просто есть наш танчик, который круто двигается и который стреляет пульками, у него есть полоски жизни, там где они, раз, два, у нас есть противник, вот, его очень-очень сложно победить, он непредсказуемый. Это победа. Если бы они даже использовались, они не сработали, он не смог предсказать, что смерть была близка. Искусственный интеллект, это мы заставляем модельку нашего противника, очень трудно рассказывать и уворачиваться, вы не представляете. Мы заставляем модельку нашего противника примерно раз в, я не помню, в N-тиков перемещаться по х-координате там, где стоим мы и выстреливать по три пульки. Это очень сложный искусственный интеллект, он скоро захватит мир и поэтому надо его срочно одолеть. И если кто-то из вас с интернетом и зашел, то, наверное, мы сейчас с вами порубимся. Подожди, у меня война тут идет. Мы узнаем это при выигрыше или проигрыше одной стороны. Ладно, давайте узнаем, кто не получает за счет по фронтенду. Это серьезно. Признавайтесь. Там просто имя надо ввести и все. Да я пьем, мы еще раз звоним раз и не ввести. А, ну все, мы... Вот, теперь, если вы еще не склонили, склоньте репу и давайте смотреть все-таки, что там вообще внутри происходит. Скажите, когда можно остановиться и это делать. В общем, тут довольно-таки простая архитектура, ну, это простая структура проекта. Пакать JSON с списком зависимости, сервер, который просто раздает нам статику и не только. Game.js это серверная реализация игры. Там находится первичное состояние нашего мира и при получении новых данных Game.js на серверной стороне меняет состояние и посылает своим клиентам новые данные. Сейчас не надо углубляться на том, как работает Game.js, как работает серверная сторона, потому что про WebSocket вам подробно расскажут на следующих лекциях, они там используются. И просто, как бы, мы назвали это Magic Transport. И просто представьте, что есть какой-то инструмент, позволяющий открыть канал с бэкэндом и пихать ему данные, получать, подписываться на полученные сообщения и менять состояние своего мира. Вот. И есть папочка static. Вот. Тут уже находятся всякие CSS-ки, Main.js. А. 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 Я не автор. Ну, в принципе, у меня тоже не в первый раз подсоединялось. Попробуй поиграть с искусственным интеллектом, он хорош. Ладно, поехали. Вот. И там, по-моему, была команда, что типа npm start, наверное, да, которая позволяет на локал-хосте эту игрушку развернуется. Отлично. Вот. Спасибо. 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 Я не пробовал, я не знаю. А это аддон. Это аддон. То есть это я отдельно пакетом через расширение ставлю? Напиши им ищу. Ищем напиши на GitHub, типа, парня. У меня иконки не работают. Так, ну проходимся по файлам. Сервер все очень просто. Экспресс, экспресс-вебсокеты. Просто они есть, пока не вдаемся в подробности, как они работают. Сервим статику из нужных папочек. Тут Толя немножко почетерил. Используется какой-то сторонний ивент-эмиттер, чтобы свой не городить. Допустим, инстанс-гейма — это инстанс серверной логики нашего игрового мира. Там происходит геймлуп расчета. Там переходит изменение состояния. Там происходит прием сообщения от клиента, обработка и отправка обратно. Ну и все как обычно. Чтобы нахероку мы задеплоили переменное окружение с портом. Ничего интересного. Game.js. Я вернусь к нему позже, потому что это пока не суть. Серверная часть в идеале должна быть описана на Java. Постоянно, каждый семестр появляются парни, которые мы на ноде опишем. Вот три семестра прошло, так никто и не описал. Поэтому, не знаю, в принципе, если с Java договоритесь, ок. Приветствуется, мы, если что, поможем. Но пока почему-то никто не смог реализовать эту идею. Тут обычные методы. Методы добавления игрока, который у кого-то не работает и не матчат людей друг с другом почему-то. Остановка игры. Резет состояния игрового мира. Метод отправки сообщения клиентам. Обработчик подключения нового игрока. Обработка выстрелов. Это обработка, короче, контролов. То есть мы можем стрелять и можем передвигаться вверх-вниз, влево-право. Это методы обработки, которые, как я уже говорил, менять весь игровой мир невыгодно. Присылать диф всего мира невыгодно, поэтому обработчик он right просто берет и меняет только правую позицию. То есть мы, что даже сделали, мы не говорим клиенту, что там координат изменился такой-то, такой-то. Мы говорим, мы пошли вправо. Сервер сам понимает, вправо, значит, на одну единицу нашего, на один шаг. И каким-то образом просто берет и вот иксовую позицию там меняет или вычитает. У второго игрока вычитает, потому что он сверху, система координат перевернута и как бы плюс-минус, минус-плюс. Вот, обработчик всех команд приходит. Мы просто берем и вот таким очень грязным способом вызываем нужный метод обработки по названию события, которое пришло. В принципе, это очень удобно. Вот, сорцы у вас есть, вы можете перенять этот опыт, это очень полезно, как бы очень компактно и понятно, что происходит. Вот, сервер делает нам такое состояние и получается весь этот объект, это весь наш игровой мир. И желательно, чтобы, ну, конечно, у вас будет чуть побольше, но чтобы вы прямо не городили дико большие миры. Чем больше, чем меньше property, тем лучше, тем они быстрее передаются и тем вам самим легче понимать, что пошло не так, если оно вдруг пошло. Вот, также сервер перед отправкой каких-то данных клиенту обрабатывает для себя, для игрока, который снизу, в принципе, все довольно-таки просто. Для игрока, который находится сверху, мы берем просто и меняем координаты местами, меняем направление пули. То есть вы со своей стороны отправили пулю наверх, а для человека, для которого вы враг, пуля летит вниз. Мы должны это на сервере поменять, чтобы клиент, рисуя, понимал, что направление пули поменялось, это все-таки противник, пуля летит в другую сторону, мы ее рисуем. Все очень просто. Ну и тут как бы обработка сообщений от пользователя, опять же, используется WebSocket или Magic Transport. Проверяем, что пришли валидные данные и вызываем новый метод, нужный метод, в зависимости от того, что мы нажали left, right, top, fire и прочее. Все, идем в статику, теперь у нас это только фронтенд, про бэкенд мы забыли, как бы он есть, все. Он принимает сообщения, вызывает методы обработки этих сообщений, в зависимости от тела сообщения он меняет нужные свойства, позицию по иксу, позицию по игреку, там, позицию пули, количество пуль, количество хп, все что угодно. И он берет и... Вот, у нас есть геймлуп, и вот что делает наш сервер. Наш сервер базово раз в 100 миллисекунд делает перерасчет всего, что у него есть, и в конце просто берет и отправляет это клиентам, которые на него подписаны. Все довольно-таки просто. Ну, естественно, как бы в имплементации вашего сервера на Java не должно такого быть, что вы просто раз в 100 миллисекунд бездумно шлете данные, там вам будут рассказывать про тики и про прочие непонятные вещи, чтобы ваша игра была как можно более производительна. И, например, при большом количестве клиентов она позволяла получать, обновлять данные достаточно часто, но при этом чтобы у вас тачка не кипела особо и не валилась при следующем пользователе. Потому что, как бывает, обычно там человек в команде, там, 3-4 человека, вот, и каждая игра держит примерно 3-4 человека онлайн. Потому что, как бы, ну, вы разрабатываете, вы тестируете, как только вы приходите на публичные мероприятия, там, при защите, защита, внезапно все игры падают. Поэтому, не знаю, надеюсь, наши лекции помогут вам построить правильную архитектуру, чтобы это не падало. И старайтесь, я не знаю, вы коммуницируете Telegram, там, ВКонтакте или просто между собой. Попробуйте создать большой онлайн. И посмотреть, как вы держите нагрузку. К сожалению, о способах нагрузочного тестирования прям подробно вам расскажу на третьем семе. Но, тем не менее, вы каким-то образом делаете нагрузочное тестирование баз данных, примерно знакомы с этими понятиями. Можете попробовать сымитировать, там, десять активных пользователей вашей игры, которые что-то делают. И, возможно, поймете, сможете вы хорошо выступить на защите или нет. Что? По слайде, мне кажется, это один. Интервал принимает первым параметром колбак функцию, которую выполняет. Вот так, стоп, стоп, стоп. Да, это чтобы ЗИС смотрело замыкание сверху. Спасибо, что не интересуетесь. У нас есть базовая хатмля, она одна. Это и спашка, естественно. У нас подключаются стили. В рамках этой игры это можно делать, чтобы быстро все это набросать, чтобы это мило смотрелось. Не мило, а не страшно. Вот. У нас есть вьюшки. Это обычные дивы. Они все по умолчанию скрыты. У них есть айдишники. По айдишнику менеджер вьюха их выцепляет. Ну, по сути, не менеджер вьюха, а аппликейшн. И при том или ином событии, которое он получил от медиатора, он открывает или скрывает ту или иную вьюху. А, по-моему, в реализации он их просто вставляет в дом и вытаскивает. Сейчас еще посмотрим. Что у нас тут есть? У нас есть приветственный экран. Это главный, который вы видите по терминологии. Чтобы вы понимали, это называется морда. Вот морда нашего сайта, где можно ввести свое имя и выбрать режим. Режим ожидания, на котором многие зависли, когда вы ищете с кем поиграть. Сама игра. Вот видите, тут внутри канвас с селектором, чтобы мы смогли этот канвас правильно выцепить. Финиш – это, по-моему, когда идет салют. Ну, и все скрипты, которые нам нужны, подключаются. Это список констант, чтобы было удобно. Привыкайте, константы легче хранить в одном месте. Они экспортированы через глобальный объект Windows, чтобы они были доступны во всех частях вашего приложения. Потому что пока мы не пользуемся какими-то сборщиками, пытаемся выехать на нативных технологиях, это вполне нормальный метод. Используем pattern-модуль, все как полагается. Само приложение, оно инициализирует внутри себя все вьюхи, которые досталось из Windows-объекта. Тут есть словарик с стратегиями, я уже говорил, мы можем выбрать синглплеер, очень сложный синглплеер и мультиплеер. И, в принципе, тут мы настраиваем обработчики медиатора. Это если нам пришло событие от EventBus, а я вам показывал на волшебной картинке, что инстантсы не знают ничего друг о друге, они общаются только через EventEmitter, только система событийная. Вот, мы подписываемся как раз на определенные события и вторым параметром говорим, какой метод нужно прокинуть данные, если придет вот такое событие. Все очень просто. Ну, есть методы, которые берут и скрывают или наоборот раскрывают или даже дестроят нужные вьюхи. То есть на старте мы показываем приветственную вьюху, а, например, на экране ожидания оппонента мы вьюшку с приветствием скрываем, а вьюшку с ожиданием открываем. Вот вам SPA. В принципе, у вас должна быть точно такая же архитектура сейчас. Мы надеемся. Вот методы subscribe, subscribe, то есть медиатор имеет методы on и off. Подписались на ивент, тут отписались от ивента. Это, по идее, вам Анатолий должен был рассказывать. Ну и когда мы выбрали уже вид игры, то есть синглплеер или мультиплеер или все что угодно, мы внутри приложения базового инициализируем нашу игру. Это будет новый, это будет instance game, в котором мы передаем выбранную стратегию. Это я вам рассказывал, мультиплеер, синглплеер, синглплеер сложный. Передаем юзернейма, это по сути input, значение value input, куда мы ввели наше имя. И передаем canvas. А canvas мы должны были выцепить из игровой вьюшки. Вот у нас есть список вьюшек. Вам, наверное, интересна игровая вьюшка, у вас еще такой нет. То есть у нас есть базовый класс, который умеет проставлять вложок hidden на true или false, то есть скрывать элемент в доме, раскрывать его. И у нас есть game вьюха, которая от нее extendится. И все, canvas это мы просто по селектору, по классу, который написан, по бэму, чтобы было проще определить. Он вьюх хорошо знает свой canvas внутри, все. Остальные вьюхи все у вас, к идее, должны быть более-менее похожи. Вьюха логины, что у вас, scoreboard, приветственные, все одинаковое, все одно и то же. То есть теперь у вас была заглушка для игры. По сути, все, что нужно сделать в плане вьюх, в плане представлений, нужно добавить абстракцию над canvas. Нужно создать вьюху, которая знает, что у нее есть canvas и может каким-то образом к нему обращаться. Все. Транспорт. Я вам говорил про root-сокеты обсуждать еще рано. Они просто есть. Вот кто-то о них знает, наверное, Никита говорил. И мы назвали это magic-транспортом. Если вам интересно и вы все остальное поняли, смотрите, как это работает, идите вперед. Это всегда приветствуется. Но особо заморачиваться, поэтому не надо. Суть – это, как правильно, объект, это паттерн для связи клиента с сервером, в котором что-то используется. Вы туда, в случае метода send, закидываете данные, они посылаются на сервер. Все. Больше вам ничего в принципе связать надо. Это черный ящик. Непонятно, что там происходит. Вам важна суть. Вы вызвали метод и он мифическим волшебным образом доставил данные на сервер. Ну и также у него есть handle message – это если мы взяли и в ответ получили какое-то сообщение от сервера, его, естественно, нужно обработать, чтобы что-то сделать со своим драмомирным клиентом. Как я уже очередной раз говорю за эту лекцию – перерисовать. Модуля Mediator. Ну, то есть, по сути, это EventBus, где внутри создается EventEmitter. EventEmitter – это какая-то внешняя библиотека. Я не особо в курсе, как подробно вам это описали на прошлой лекции. Но, по идее, вы должны реализовать свой. Он не особо сложно реализовывается. Не у меня вопрос. Отлично. Вот. Просто у него есть методы on, off и emit. Мы можем подписаться на какое-то событие, можем подписаться на события, и мы можем заимитить события. То есть, ну, как это, выстрелить, послать это событие, чтобы все подписчики сергировали и выполнили определенную функцию, определенную логику при получении сообщения. Вот. Теперь что-то новенькое. Controller Manager. Я вам рассказывал про различные виды контролов. Мы считаем, что мы управляем top-клавой, и поэтому у нас есть методы press и up. Press – это типа мы зажали кнопку up, когда мы отпустили. И поэтому при инициализации этого менеджера мы просто навешиваем два обработчика. При всплывании это keydown и keyup. Все очень просто. А здесь высчитываем div, то есть пытаемся понять, какие кнопки изменили, куда мы нажали и что вообще произошло. Ну и при destroy мы отписываемся. Это очень хорошее правило. Если вы знаете, что компонент в вашем, как правильный, жизненном цикле находится не вечно, и при инициализации вы на что-то подписываетесь, было бы грамотно при destroy от этого отписаться. Вот всегда, например, ну это как вам на первом семестре рассказывали там на C, где нет хорошего сборочка мусора. Выделили память, обязательно в конце убедитесь, что она очищена, иначе тесты не пройдут. Вот. Библиотека — это eventimeter, который скачан извне. И теперь начинаются классы для игровой логики. Игра — это вот то, что мы вызвали внутри аппликейшена. Мы когда поняли, что наш клиент определился, что он вообще хочет, какой вид игры, мы создаем инстанс гейма, который внутри просто берет, и он знает своего юзернейма, свое имя, это value из импута. Он знает свой канвас, к чему обращаться, где рисовать. И мы создаем ему гейм-менеджер. Гейм-менеджер — это штука, которая в двери следит за всеми событиями. Что типа игра началась, игра закончилась, произошла победа, произошло там поражение. Чувак отсоединился, присоединился. Вот за это менеджер отвечает. И опять же создаем инстанс-менеджера, которому передаем юзернейм, канвас и стратеги. В принципе, все. Это, по сути видите, это обертка, она не делает абсолютно ничего. Она делает в конце лог и вызывает новый объект. Идем в менеджер. Как я уже говорил, менеджер тоже, из того, что мы вызвали его из гейма, он знает о своем юзере, о канвасе, где рисуемая стратегия. В каждом классе у нас будет медиатор callback. Это я уже не буду объяснять. В каждом конструкторе мы подписываемся на события, которые мы хотим слушать. И где-то при желании мы имитим события, чтобы другие чуваки тоже выполняли свою логику. Менеджер. Вот он на ожидание оппонента, на поиски оппонента, на старт игры, на обновление стейта, на старт игрового цикла. Сам игровой цикл к нему вернемся позже. В менеджере должен быть обработчик конца игры. Ну и базовые методы subscribe, unsubscribe и destroy. То есть, в принципе, тут логика повторяется, ничего особо нового нет. Гейм-луп. Гейм-менеджер берет и... Чуть преподавателя не потеряли. Гейм-менеджер берет, узнает, какие контроллы были нажаты, то есть какой произошел диф, который нужно отдать на обработчик дифа. При мультиплеере это у нас, естественно, просто данные присылаются на сервер. При синглплеере отключил скриптовый код, который это обрабатывает. Гейм-менеджер знает о своей сцене. Про игровую сцену я вам рассказывал. Это, по сути, игровой мир, который вы перерисовываете постоянно. И он на этой сцене обновляет стейт. Это, по сути, он туда прокидывает объект игрового мира. И он говорит, перерисуйся. Все. Все, о чем говорила Малина. Все очень просто, только вот скрыто за абстракциями. Мы взяли, установили новые данные, которые нужно отрисовать, и сказали, отрисуй. А потом все говорим. RequestAnimationFrame и вот эту функцию, пожалуйста, рисуй нам, когда ты будешь готов перерисовать все свои данные внутри себя. Все довольно-таки просто. Игровая сцена. Это самое интересное. Эта сцена знает о своем конвасе. Вот он передается в ее конструктор. Мы получаем контекст. Это вам Марина рассказывает в 2D-шный контекст. Мы handling resize, потому что нам очень важно, чтобы при resize наша игра тоже работала. Мало ли что. То есть, например, играя в одиночку, у меня скейлится изображение. Угу. Или у меня засыпает компьютер. Во, отлично. Так, чтобы ваше время не снимать, поверьте мне на слово, он работает на resize, мы по крайней мере должны его обрабатывать. И по идее, по той ссылке, которая вам дана, вы можете посмотреть, как это все работает. Вот. Ну, как раз на resize он вызывает binded resizer, который берет и как бы привязывает resizer, чтобы this передавался. This — это вот game-sim. Чтобы лямбда не использовать, мы просто берем и используем метод binded. И на resizer мы просто берем и изменяем пропорционально размеры канваса. И, соответственно, мы будем изменять размер элементов, которые внутри нем находятся. Вот. Мы уже видели, как из менеджера для сцены вызывался метод изменения состояния. Все очень просто. Он принимает на вход состояние и внутрь сцены меняет ссылку на объект игрового мира. Самый главный метод сцены — это render. То есть мы понимаем, что game-сцены — это, по сути, такое представление, которое имеет прям прямое взаимодействие с канвасом. И когда в game-loop в менеджере нам говорят «трясуйся», оно начинает работать с канвасом. Тут очень много методов. Работать с канвасом без какой-то обертки — это всегда очень муторно и сложно. Мы могли понять, что по слайдам Марины, где для какой-то маленькой фигурки вроде бы незамысловатый у нас очень много строк кода. Но что поделать? Как Марина сказала, leap полно. Выбирайте, какой вам ближе по душе. Но единственное условие — если у вас 2D игра и она очень простая, то нет, вы пишите нативно. Если вы доказываете нам через свой ментор, что у вас очень сложная игра и вы не можете физически тратить время на освоение канваса и создание всех этих трудных абстракций, то окей. Но это надо будет доказать. Для 3D игр, конечно, библиотеки, для работы с графикой, вы без них, я не знаю, очень много времени будете страдать. Поэтому ок. Поэтому говорились. Простые 2D игры — нативные технологии, сложные 2D игры — это библиотеки, которые над канвасом. То есть, по сути, это статистический сахар. Вы с помощью одного метода группируете целый набор свойств, которые вы писали какую-нибудь большую портянку. Там это один метод. 3D игры в библиотеке, пожалуйста, без проблем. Что-то интересное. У нас есть пули. Как вы уже видели, когда танки стреляют, перерисовываются пули. Они тоже хранятся в стейте. Мы видели стейт с вами. Тут что происходит? Мы рисуем прямоугольные... Мы рисуем танчики и уровни жизни для себя и для соперника. Black нам нужен для того, чтобы у этого была черная обводка. Вот видите, у нас есть бары. И для того, чтобы мы видели, что это какой-то отдельный инстанс, а не просто палка, валяющаяся на канвасе, мы придаем ей черный бордер, и она становится более выделенной. И тут мы уже начинаем рисовать сами танчики. В принципе, тут чистая математика. Вы должны понимать, как правильно нанеслить вам эти линии, как замкнуть контур, чтобы потом его зафилить. Зафилить каким-то цветом. То есть вы примерно... Я не знаю, у меня где-то в классе в пятом были логомеры, где ты двигаешь черепашку, перо поднять, перо опустить. Тут все то же самое. Вы примерно должны представлять, что координаты в левом верхнем углу. К какую координату нужно прийти, где перо поднять, куда двинуться, опустить, нарисовать линию. Замкнуть контур, зафилить контур. Он залился цветом, как в Paint заливка. В принципе, если вы примерно понимаете, как это работает, то все довольно-таки просто, но много кода. Также игровая сцена знает о своих игроках. Это, я думаю, нужно для того, чтобы потом, когда вы выиграете или проиграете, мы знали, что вам отрисовывать, кто выиграл и кто проиграл. Ну и, как я вам говорил, хорошая практика при дестрое любого компонента. Если вы где-то подписались, обязательно отпишитесь. Игровая стратегия. В принципе, это абстрактный класс. И потому что у него нет инстансов, от него наследуются три другие стратегии, которые вот здесь находятся. Вам видно же, правильно? Более-менее. Скажите, что видно, пожалуйста. Вот. У нее есть какие-то базовые методы, которые могут спокойно использоваться ее детьми при наследовании. И поэтому, если вы понимаете, что у вас очень много каких-то общих методов, которые вы не хотите копипастить из класса в класс, сделайте абстрактный класс, родитель, запихните все эти методы, и дети просто будут через ADD эти методы вызывать, и вообще никакой проблемы не будет. Что должна уметь стратегия? Она должна реагировать на логин, она должна уметь реагировать на новую команду, она должна уметь реагировать, уметь говорить, что я жду оппонента, что игра закончилась, что найден... Вот все события, которые вы видите в вашей игре, то, что появился противник, ушел противник, коннект, дисконнект, изменение игрового мира, За все эта игровая стратегия должна уметь реагировать с помощью методов. И в зависимости от того, есть ли у вас серверная логика или нет серверной логики, вы уже решаете, что с этими событиями делать. То есть вся суть игровой стратегии — это у вас есть какое-то событие, и вы его имитите, чтобы обработчики работали. Все, все очень просто. Как у всех компонентов методы подписки, отписки и дестроя. Теперь самое интересное. Начнем с мультиплеерной стратегии, потому что она предельно понятна. Это то, о чем я в самом начале говорил, как академически правильная реализация игры. Важно понимать, что вы с помощью контроллер-менеджера считываете команда. И когда вы считали команды, и вы в игровом цикле поняли в лупе, что появился div-команд, вы должны сказать, что onU-команд надо обработать, надо понять, что это за команда и что-то сделать. У нас есть пять, по-моему, команд. Вверх-вниз, влево-право — огонь. Вот в каждой стратегии есть метод onU-команд, который принимает payload. payload — это, по сути, новое значение того или определенного свойства. И вот мы смотрим. Команда. Ага. Пришла новая команда, пришел какой-то payload, и пытаемся определить, к чему она относится. Какой команде? К fire, к lift to, к right to, к up или down. Вот, в принципе, вся логика взаимодействия с сервером. Вы получили какой-то payload, какое-то данное, которое хотите передать на сервер, и с помощью вашего транспортного модуля вы берете и отправляете. Говорите, что это ключ новая команда, и вот с таким-то кодом. Все. Сервер в этот момент получает объект и знает о том, что от клиента, который это прислал, клиент выстрелил. Он такой, ага, клиент выстрелил, меняю состояние мира, рассылаю клиенту новое состояние. Вы берете, его перерисовывается. О чем вот мы спорили с Никитой, но не спорили, дискусировали, обсуждали. То, что, в принципе, желательно, если у вас будет то же самое и для синглплеера, только не обязательно, если это будет вести на backend. То есть я вам говорил про Pattern Provider, это как абстрактная фабрика. Вы можете вызывать метод, который передаете ключ и значение, который внутри себя смотрит, и стратегию. Он внутри себя смотрит стратегию и решает, что сделать. Послать это на сервер или послать это на джаваскриптовые функции и обработанное клиенте. Вы должны понимать, что нет большого различия между синглплеером и мультиплеером, кроме наличия или отсутствия второго человека. Логика должна быть та же самая, те же методы, те же абстракции. У нас вместо транспорта мы пишем, если написать блеер, мы используем... Я же тебе сказал, провайдер, Pattern Provider, абстрактная фабрика. Я не знаю, какой-нибудь декоратор сделает. Да, это тебе удобно, ты можешь стратегии просто развернуть, понимаешь, кучу. И в каждой будет один и тот же метод, который делает, но делает это немножечко по-разному. Вот. И, блин, одинаковые интерфейсы, это наше все. Это вам поможет разрабатывать приложение. Просто... Я очень вас верю. Смотрите, я в самом начале показывал вам реализацию сервера, то есть сервера, который крутится у нас на ноде. Давайте все-таки посмотрим, что там было в игровом мире. Там был определенный стейт. И клиентам рассылался этот стейт. И самое главное, у нас были игровой цикл и обработчики событий. То есть, например, на стрельбу, на движение влево, движение вправо мы смотрели какой-то игрок и говорили, какое состояние в его мире, в его богатом внутреннем мире нужно поменять. Запомните примерный этот код, потому что нам повезло, этот серверок написан не на джаве, а на ноде. И это JavaScript. И поэтому, когда мы делаем синглплеер, который не смотрит на сервер, а смотрит на клиенте, что у нас происходит? У нас есть тот же геймлуп, который делает все то же самое. И у нас есть те же обработчики новых команд, которые при нажатии влево меняют иксовую координату, правую иксовую координату, вверх иксовую координату, вниз иксовую координату. Это копипаста кода, который был на серверной логике. Вот. Все очень просто. Также из-за того, что синглплеер никак не связан с бэкэндом, у него есть свой геймлуп, который говорит, как и когда ему нужно перерасчитывать данные. И если вы, как и на сервере, у нас с интервалом в 100 миллисекунд вызывается функция геймлуп, которая перерасчитывает состояние наших игроков, их хп, и обновляет стейт, и кидает его внутри клиента. Это то, про что я вам говорил. Это если у вас есть серверный, ой, джемскриптовый клиентский мок-сервера. Вот. Вот здесь это происходит. В нем тоже есть точно такой же геймлуп, который с каким-то интервалом, который вы себе высчитаете, у нас для простоты 100 миллисекунд, он берет и перерасчитывает серверную логику. Ну, и Smart Strader же, это то, про что я вам говорил. Тут все то же самое, такие же первичные состояния, которые должны посылаться клиенту, но у нас есть очень хитрый соперник, поэтому, видите, у него есть определенный кулдаун. На каждый тик, то есть на каждый вызов геймлупа, это получается, раз в 100 миллисекунд, мы пытаемся сбрасывать этот кулдаун, и мы берем и говорим ему «Добавь в свое состояние, пожалуйста, 3 пули, которые полетят». И поэтому мы могли видеть, что при умном противнике у нас он стреляет по 3 пули примерно раз в 100 миллисекунд. Даже не раз в 100 миллисекунд, сейчас скажу, как это правильно работает. Мы ставим кулдаун 10, поэтому он раз в секунду примерно должен стрелять. То есть 10 тиков, 10 раз по 100 миллисекунд он стоит, потом он перемещается на х-координаты вас, то есть соперник смотрит в вашу х-координату, и выстреливает по 3 пули. Таким образом вы можете захарпходить любого, я не знаю, бота, какого-то непобедимого соперника, который будет повторять все ваши действия, которого будет невозможно обыграть. Это все вот здесь. В принципе, я не знаю, сорцы лежат на GitHub. Вы все со мной это посмотрели, я примерно так говорю. Все очень просто. Вот подписались на события, отписались на события. Я предлагаю вам это дома переварить, посмотреть, что как, как это прочувствовать, кто на какие события подписан, какие события выстреливаются. Посмотреть, чем отличается мультиплеер от синглплеера. И если будут вопросы, вы тогда пишите, конечно, лучше своим менторам, но если что, то пишите мне, Толе, Марине, Диме, Артуру, кому угодно. Вот. В принципе, с точки зрения практики у меня все. Есть ли у вас вопросы по этой части, по этим играм, по паттернам, стратегиям, по пути, по этому году. смотри destroy это видишь в аппликейшене например все в юхи но определенный момент 11 лет одну в юху и показать другую вот тебе видно же здесь ты ходишь ее и дестроишь это переключение в юх дестроим отписываем ее от кликов чтобы внезапно вы не кликнули она вы же делаем hidden она как может слушать все это и чтобы внезапно у тебя не сработал какой-то обработчик который не должен сработать вот на финиш гейм то есть когда игра закончилась мы убрали нашу стратегию брали сцену убили контроллера вот то есть принципе он финиш гейм это что у тебя победа там ничья проигрыш на сам выбираешь состояние игра закончилась все что связано с игрой мы убили еще вопрос отлично у нас еще есть время это еще не все это была игровая часть пользуйтесь и не знаю развлекайтесь как бы там полно спорных моментов на самом деле и не берите это за правду то есть как мы вам рассказывали мы вам дали методы построения спа но можно сделать лучше поэтому хаббер к вашим услугам статейки я вот вам тоже кидал статейки берите за основу чтобы примерно понимаешь что там происходит но всякие прокачки всегда приветствуйте если вы скажете я взял вашу игру но вот тут не так я ее улучшил а вот потому что надо вот так то на рк я думаю всем вам будут очень рады респектовать и все у вас будет очень хорошо вот теперь это я не знаю наверное самый прикол прикольная вообще лекция из всех потому что тут можно потыкаться в современные возможности браузеров и суть это я просто были можно сделать так можно написать такую игру на таких технологиях и играя в нее поэтому лекция просто волшебную расскажу совсем немного первое это pointerlock api это применимо для в основном 3d игр когда у вас какой-нибудь шутер от первого лица и вам нужно движение мыши менять направление камеры человека pointerlock api позволяет не хардкодить всякие он mouse move и проще высчитывать разницу в пикселях сколько вы прошли он вам в вот запрашиваем у канваса pointerlock и прописываем на события mouse move и передаем ему в колбеком функцию update и функция update в нее прокинется события в котором будут уже с помощью этого api просчитанные дифы изменения по оси x и по оси y то есть этот так и за вас высчитывает насколько вообще вот так примерно изменилось положение человека и позволяет вам относительно этого изменения перерисовать свой игровой мир поэтому если у вас 3d игры и вам нужно чтобы по мышке у вас вертелась камера там можно было смотреть еще что-то сделать то pointerlock api это ваш хороший друг поподробнее в принципе mdn как и большинство тем которым о которых мы рассказываем request full screen api очень приятно играть в группу скорее когда тебе не мешает какие-то элементы когда у тебя не видно там я не знаю панельку которая внизу находится когда у тебя браузер занимается пространство и поэтому тут все просто на любой элемент находящийся в доме у него есть метод request full screen ну зависимости от браузера по идее вам должны были рассказывать прекрасный сайт еще с дмитрия смайлик у него все рассказывают канаюс любая технология которая есть забиваете сюда и смотрите в каком браузере это используется вот услуга на последних рамах в принципе все хорошо алиса файл не используется ну что поделать а что это дает и сам яркий пример наша презентация можем вести презентацию вот так вот мы можем на каком-то слайде сосредоточиться и мы можем задать услуги обычных нажатия ну мы ловим события в доме на клик обычно это клик на enter или клик на f и вот я нажимаю f и у меня вот это после напитца вызвали нет элемента можно у любого дела вызвать любого самого маленького блока все он развивается full screen и на escape full screen отменяется все тут больше ничего рассказывать тут есть какой-то пример по-моему он сидел и то же самое вот он на клик берет и запрашивали для этого блока full screen весь он пропал бы сосредоточен только на контенте а тут канвас принципе для вашей игры оптимальный вариант чтобы пользователи на что не отвлекались и прям играли вашу последнюю а в мж и тут можно сказать несколько вещей в этом бесполезно углубляться потому что про это можно читать отдельный семестр например в джаваскрипте есть возможность через скриптовые методы получить у кого-то 3d-контекст и прокинуть туда в джей команда оба же команда по сути это говорит о том что можно в браузере рисовать какие-то элементы за счет средств группу и все это делается на шейдерах и припейся в том что если вас браузер поддерживает технологию это те же шейдеры вот у кого-то у вас был гвент это типа те же шейдеры которые в ведьмаке по сути вот возможно более прочной формы я подробности великол но в стандарт обжеля позволяет вам сейчас покажу где пример кода был или через джаваскриптовая api или через так скрипт с типом шейдер написать код на языке для шейдеров там есть какой-то язык он как-то типа шейдер лэндвич какой-то если вы шарите у вас был опыт я не знаю это на опыт жили на каком-нибудь рисовали или просто на вся каким-то образом там у петрова первого семестре то пожалуйста развлекайтесь я думаю вы можете потом спросить у толи потому что то ли в свое время как на парк учился его игра написано полностью на шейдерах он прям ворвался я на шейдерах написал все в челюсти попадали вот в принципе он довольно таки хорош был в этом игра хорошо работала поэтому если вы прям видите себя хотите вот всем этим заняться и пишите то ли я думаю с удовольствием расскажешь что и как вот что я для себя понял по шейдерам как бы есть три типа шейдеров это вершины и шейдеры которые отвечают за вершины вашей аттракции которые хотите нарисовать это вторые это как шейдер над геометрическими геометрическими как правильно называются шейдеры которые позволяют манипулировать целыми фигурами и третий шейдер это пиксельные шейдеры которые позволяют в принципе обозначить цвет пикселя которым все это будет зарисовываться и глубину пикселя глубина пикселя это по моему количество бит в котором кодируется цвет то есть чем больше бит тем у нас больше оттенков цветов потому что мы можем больше переменных использовать ну вот это вертекс это вершины шейдер и фрагмент это получается пиксельный шейдер который вот как раз говорит каким цветом красить текстуру все что нас интересует это вот эта строка но вы должны понимать что применение шейдеров оно безграничное это в браузере можно каким-то образом обрабатывать видео делать разные визуализаторы там данных статистику вести и это очень круто что здесь в браузере я сейчас покажу вам пару примеров которые меня просто вынесли когда я смотрел это пример с водой вот это написано на вебжеле это весь браузер доступно она кликабельна вы можете создать вот понимаете вы взаимодействуете с этой водой и как правильками бросили пошли волны вот вы можете пролезть этими волнами и вот даже я шарик могу пролезть в общем я вам ссылку на лицо давал есть эти примеры потыкать очень круто именно поэтому я люблю эту секцию о как можно даже светом управлять нажмите же чтобы включить гравити ага я настроил гравитацию и шарик всплыл а суть этой лекции не сказать вам как это делается а сказать что так можно сделать чтобы вы знали чтобы вы знали в какую сторону копать и понимали то что где я показывал все крестики нолики это не предел совершенства браузерного мастерства про библиотеки я вам уже сказал легкая 2d игра лучший натив сложная библиотеки для работы с канвасом там они помог канва.js pixie.js ну блин я не знаю в гугл вводите канвас.js и у вас просто 100 500 результатов здесь представленные библиотеки для работы с 3d графикой вот наиболее популярные из них это 3ds и babylon.js в принципе довольно таки много ребят которые делали 3d игры делали их именно на этих библиотеках говорили что в принципе сложно но терпимо многие из этих ребят даже ваши менторы вакуамонтон тело что делал на 3ds и игру космическую то ли я думаю тоже на чем-то делал так ребята которые Пешков и Володин тоже делали поэтому блин пишите менторам или пишите своим менторам чтобы они узнали кто из менторов пользовался библиотеками и вы получите просто непосредственно фидбэк как они это сделали с чем они столкнулись что прочитать что пропустить но моя суть показать вам как что эта библиотека может помочь сделать вы можете зайти на сайт любую из них например babylon и посмотреть демки которые нарисованы только с помощью этой библиотеки очень поинтересно вот единственная проблема у вас конечно много текстур это загрузка текстур занимает много времени и заставляет маки кипеть в вот я уже слышу как он пылесосить начинает а можно еще раз вот по поводу здесь в самом начале нас перерывает мы говорили о том что обрабатывали еще на ассетвере и присылать клиент чтобы обработать но в рамках курса можно сделать клиент и все такое а почему правильно делать на ассетвере то есть почему чтобы браузер это чисто для отрисовки все это как вью слои вы чисто рисуете а сервер это какие-то сложно ну в идеале ты сделаешь сложную игру и там очень много вычислительных сложностей и естественно на пользовательском объеме в браузере если ты начнешь считать просчитывать все изменения мира у тебя очень сильно будет проседать графика и поэтому гоняя объекты сюда ты кинул объект на мощную тачку она быстро отработала пристала тебе новое состояние ты рисуешь и клиент не парится ему главное чтобы сеть была и чтобы можно было гонять вот я поэтому говорю что в принципе если браузер выводят пожалуйста сделайте на клиенте чтобы оценку получить но если вы сделаете через сервер а для сингл-плеера офлайна сделайте маленькую игрушечку мини там я не знаю как динозавриков кроме когда офлайн вот это будет окей то есть вы скажете мы знаем когда наше приложение офлайн мы сделали игру чтобы пользоваться не было скучно если он там зашел и офлайн но она простая и не ждет много ресурсов я вот к этому клоню то есть ну в принципе если ты понимаешь что твой комп вводит пожалуйста без проблем мы только за то есть крутая игра флайн тоже здорово ну тут спорно и я еще говорил это из соображений чтобы ты понимал что и мультиплеер и сингл-плеер это одно и то же так в общем насколько я помню тут в принципе прописана физика то есть вы можете въехать в дом и он не даст вам проехать дальше и это все уже есть в библиотеке то есть если вы понимаете ваша игра про гоночки вы можете сделать настройку над этой демкой у вас уже будет готова физика мир вы поменяете текстуры что это будет не какой-то там греческий или римский храм а будут какие-то модные азиатские неоновые вывески ну что-нибудь в таком духе и тачки прокачаете сделаете новые текстуры чтобы они выглядели по-модному какие-то там поворот добавить и все в бобилоне много демонов берите настраивайте пожалуйста вот так так ты поедешь сегодня как вперед ехать ага здорово в общем я не знаю зависит ли это от интернета или от видеокарты которая используется на компе просто здесь 15 мегабайт по-моему на маке и если дома получится поиграть пожалуйста это к разговору потому что блин ты понимаешь там видимо очень много логики и блин 10 fps ну какое это счастье я зайду таки о круто пока все про библиотеки вам сказал что тут еще есть пожалуйста угу 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 мутилита которая конкретно ну как она ставится как приложение на вашу систему и можно там работать с текстурами 3 джесс editor это в то есть у вас есть трехмерное пространство вот вот то есть в принципе вы можете смотреть очень много настроек которые я не до конца сам понимаю вы можете загружать какие-то сорцы для материалов например как-то как-то это все обернуть цилиндр какой-то как правильно называется текстуру которую вы придумали он будет выглядеть красивее чем я тут явно вот поэтому есть такой инструмент для 3d ну как для браузерной разработки текстур 3d компонентов и прочих замечательных вещей вот про что я сейчас я закончу с играми расскажу еще одну вещь что-то время у нас есть а что-то мне понравилось мне понравился тут вот эта игра мне понравилась то есть вы должны понимать что источников для вдохновения довольно таки много мы не требуем от вас какой-то крутой и супер авторской идеи вот мы какого-то играем из Ведьмака я все единственное что я запомнил вы можете посмотреть как это реализовано вдохновиться зарезть сорцы посмотреть какие они методологии использованы перенять то есть совсем крепко пасить не надо если будет копия но источник вдохновения может быть да я думаю это отрисовывается потому что видос бы так не лагало и у меня бумаг не кипел о да в общем я надеюсь что кто-то получает больше удовлетворения от этих игр чем я сейчас ну вот обычно как правильно раннер такой крутой что я врезался во что-то не знаю возможно у меня просто еще запись экрана идет для видео которые на ютуб выкладываются кстати возможно вы видели в чат кидали там уже первые две лекции залили последние лекции которые заливали они были про бэкбон и там типа все в 2012 в таком духе вот и они они были крутые для своего времени но с годами они морально устарели потому что фронтен двинулся вперед и вот то что сейчас мы снимаем видео это очень круто что то еще ты был квейк возможно хотя бы он у меня будет работать о наконец-то здорово вот видите как раз я говорил прям про pointer lock то есть я с помощью тачпада своего спокойно ориентируюсь в 3d пространстве во блин у меня 60 fps наконец-то мечта а бобилон декар это мы уже пробовали просили pfps больше не будем пробовать в общем примеров полно на сайте бобилона там этих демок тысяча смотрите за поражаетесь там просто наше предположение было что по любому скорее всего вы не подозревали что в браузере могут быть 3d игры на шейдерах то есть для многих это должно было стать открытием и вот здесь источники чтобы вы поняли насколько сам веб мир веба шагнул вперед насколько это круто и чтобы вы как бы как это это замануха чтобы такие шли в мир фронтенда чтобы здесь можно сделать такие вещи все это в браузере и все это на джаваскрипте и все очень круто это если я не ошибаюсь есть очень классный движ это vsd вообще vsd это болезнь это не очень классный движ webstandard days это регулярное мероприятие которое проходит в разных городах снг там приходят ребята и рассказывают о том чего они достигли в мире веба там очень много докладов про то как например через web api по bluetooth заставить умную лампочку менять цвета как использовать всякие звуки микрофоны и вот здесь обязательно посмотрите ссылка есть если не ошибаюсь парень как раз подключил джойстик а где джойстик а ну вот да видите у него видимо touch дисплея он показывает как можно мульти-тач обрабатывать да сейчас времени тратить именно на поиск момента джойстиком не буду но это то о чем я говорил вы можете физически перекрутить компу геймпад и играть в браузере в игру по идее полезные ссылки это начало конца мы еще с мариной добавим то что мы вам не указали обязательно обновим я вам в чат напишу или пост на портале напишу типа блин сори перезалили слайды чтобы у вас не было квестов типа зайти на S5 поменять на S6 что я еще хотел вам рассказать есть такая штука как web VR я к сожалению не смог его воспроизвести не на компене на мобиле потому что он пишет типа твой браузер не поддерживает я пробовал как в обычном хроме так и в канарейке это желтое для разработчиков что вы понимали средствами веб-технологий можно бахнуть в VR приложение отобразить его на телефоне сунуть в карборду это картонные очки виртуальной реальности и радоваться только вы должны понимать мы говорили про фпс и 60 фпс для VR мало там по-моему что-то типа 70 или 80 чтобы окружающий мир чувствовался более-менее нативно и это все при условии что человеческий глаз всего 24 фпс воспринимает но при этом если фпс будет меньше то человеку будет не очень хорошо если вы найдете способ как это все завести и попробовать и вдруг у вас есть очки вы увлекаетесь и как-то по дому походить порадоваться это круто вот web VR info просто бейте в гугле web VR пойдете на страничку это просто типа FYI чтобы вы знали что есть VR в вебе и про сложности про как про сложные вычисления браузера сколько потоков в JavaScript сколько потоков в JavaScript вопрос вот и один и проблема в том что ты кроме как на коллбеках ты не можешь построить что-то более-менее какое-то асинхронное и тем более ты не можешь построить что-то многопоточное то есть да ты можешь как на модели акторов разделить чтобы функции не блокировали друг друга событийной моделью гонять события одни задиспатчили вторые подписались выполнили это круто но это не дает особого прироста производительности потому что физически когда много потоков намного проще и быстрее работается и поэтому есть такой стандарт как веб-воркеры они есть просто веб-воркеры они есть расшаренные между потоками там между вкладками между чем угодно на MDN почитаете я вам обязательно приложу видео с доклада свежего февральского парень показывал как он превращал он брал картинку на вход и пытался ее ASCII графикой отрисовать и на клиенте причем все расчеты производил и чем больше было пикселей изображения тем медленнее естественно все это работало у него не обрабатывались клики у него вставал весь рабочий процесс и он конечно показал как это все сделать на WebGL потому что на GPU само собой все работает быстрее но он показал как это сделать на веб-воркерах хватит прелюдий веб-воркер это ну как знаете я не знаю на курсе Усмаля вы делали Unicorn у вас там были воркеры то есть вы показывали сколько воркеров должно быть у вашего веб-сервера как он работает вот веб-воркер примерно то же самое это child-процесс это параллельный процесс который никак не пересекается с процессом главного браузера который отвечает за отображение всего что в вашем доме находится за обработку кликов и прочего он абсолютно независим с ним идет общение как с iFrame через систему сообщений там есть такой же метод постмесседж в общем вы можете вынести на клиенте если очень хотите все сложные операции веб-воркера я не очень уверен будет про это лекция или нет если будет очень круто если нет просто запомните что есть веб-воркеры дойдете почитаете и Марина у нас особые студенты поэтому мы рассказываем про собой вот и фишка воркера заключается в том что вынести сложные вычисления в другой процесс вы избавляете браузер главный процесс который чисто рисует от лишних действий и поэтому получается что у тебя все рисуется как нужно то есть данные получаешь а параллельно браузер у тебя где-то там не мешает тебе считает данные если так сможешь реализовать вообще будет конфетка и не понял конец я не уверен надо посчитать аппиа пересчитать ну типа что он где-то висит и непонятно кому он привязан да справедливо нет это это а если вот сейчас джескрипты появились которые майнинг это что они будут ядов все использовать мы шутили про майнинг на воркерах еще до того как это стало мейнстримом да то есть в принципе мы думали о том что так можно сделать но вообще типа воркеры видишь он у тебя типа window воркер то есть у тебя для текущего окна на текущей вкладке в общем чтобы сейчас я точно не самое страшное для преподавателя это сказать ерунду вот то есть как бы сказать я не знаю давайте там почитайте сами это нормально а сказать им что-то неправильно это очень плохо поэтому давайте лучше потом все вместе перечитаем аппиа и поймем как это все правильно работает это моя суть донести до вас что есть воркеры в них можно вынести вычисления которые ваш UI процесс не затронут вам потом расскажут на андроид разработки там все очень строго с этим там есть UI процессы есть UI трейд есть трейды которые выполняют выполняют логику и в UI трейде нельзя делать никаких сложных вычислений все должно быть в трейдах которые отвечают за вычисления вот тут примерно позволяет сделать то же самое зато мы не такие как все в общем отметьтесь это раз напишите пожалуйста отзывы особенно если понравилось чтобы я читал вам чаще если не понравилось напишите фидбэк это всегда очень важно вот надеюсь что вы вдохновились идеей создания игры в браузере и домашнее задание это начать разрабатывать синглплеер своего приложения по всем вопросам пишите мне Марине своим менторам еще кому-нибудь спасибо 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 спасибо